Пока мы с вами поговорили о микроскопии, мы с вами разобрали флуоресцентную микроскопию, но пока в виде детектора мы использовали глаз. Естественно, глаз имеет свои определенные особенности, которые не всегда позволяют нам количественно и качественно определять содержимое нашего препарата. Поэтому нужна какая-то система документации полученного нами изображения. Причем мы с вами разберем и старые системы документации, такие как камера Люсида, как счетная сеточка, так и, соответственно, наиболее сейчас удобные, простые, это использование цифровых камер. Говоря о цифровых камерах, нам нужно будет рассмотреть два типа матриц в этих камерах. Это PZS и КМОП матрицы. У них есть некоторые различия, которые сейчас уже все больше и больше стираются, тем не менее остаются. Поэтому нам нужно будет посмотреть, какая разница между ними есть. Нам нужно будет поговорить о параметрах камер, потому что, опять же, если возьмете любую камеру, если она для микроскопа специально сделана, у нее есть достаточно много параметров, которые мы можем с вами регулировать. И такие параметры, как выдержка, усиление и бининг, нам будут наиболее важны, так как они будут позволять нам работать, например, с изображением, которое очень шумное и очень слабое по яркости. Меняя эти параметры, мы сможем сделать изображение более-менее приличным. С другой стороны, для некоторых объектов, например, если они плохо относятся к свету, если для них фототоксичность высокая, не все параметры мы можем одинаково хорошо исправлять. Поэтому мы должны будем поговорить, какие параметры камер мы имеем право, в какой последовательности менять, чтобы получить наиболее хорошее изображение, чтобы оно было наименее шумным, с наибольшим разрешением, с наибольшим динамическим диапазоном. Нам нужно будет с вами насчет камер поговорить еще о таком понятии, как полезное разрешение, потому что, конечно, первое, что вам в голову приходит, когда говорится о цифровых камерах, это вот это разрешение в мегапикселях. Сколько точек у этой камеры всего есть. Но, как вы помните с предыдущей лекции, у нас у самого микроскопа оптическое разрешение тоже ограничено. И нам нужно, чтобы оптическое разрешение нашего микроскопа каким-то образом соотносилось с тем разрешением, которое мы можем получить на нашей камере. Потому что, если у камеры будет разрешение больше, чем дает наш микроскоп, это не очень хорошо. У нас на каждую точку камеры будет попадать меньше свет. У нас будет более темное изображение. Если у нас будет, наоборот, у камеры меньше точек, чем может позволить наш микроскоп, это тоже плохо. Мы теряем с вами возможное разрешение, которое микроскоп предоставляет. Поэтому нужно будет поговорить о том, сколько точек для нашей камеры будет идеальным совершенно для нормальной работы. Ну и немножечко нам нужно будет поговорить о цифровом представлении изображений, о их обработке. Сразу же скажу, что эта лекция не подразумевает полного разбора обработки изображений. Если вы захотите этому обучиться, на YouTube у меня выложен ролик, вернее целая серия лекций по обработке изображений и морфометрии. Если эта тема будет интересовать, можно будет обратиться к тем лекциям и более подробно это все посмотреть. Но прежде всего, почему мы не можем все время использовать наш глаз, который, как мы охарактеризовали на первой лекции, в общем-то имеет очень неплохие характеристики. Давайте посмотрим на некоторые известные оптические иллюзии. Я не думаю, что их стоит напоминать подробно. Тем не менее, если мы посмотрим на эту картинку, то здесь на самом деле центральная часть, этот оранжевый кружочек, в обоих случаях одинаковый. Вы можете картинку сохранить, линейкой померить. Но за счет того, что наше зрение и вообще наша психика работают на контрасте, естественно, вот этот кружочек кажется меньше, чем кружочек, окруженный более мелкими кружками. Линии абсолютно параллельны, но за счет вот такого смещения высококонтрастных объектов нам эти линии кажутся непараллельными. Опять же, описывая какой-то биологический объект, если будет такая же структура, мы можем писать его неправильно. Ну и еще одна иллюзия, которая касается, опять же, геометрических параметров изображения, которые мы с вами видим, это иллюзия, возникающая на основе перспективы. Дело в том, что так как мы живем в мире нашем трехмерном, мы понимаем, что если бы действительно у нас были бы рельсы, если было бы два каких-то объекта, то этот объект нам бы казался меньше, учитывая перспективу. С другой стороны, если мы просто померяем сейчас линей на этом изображении, мы видим, что размеры этих двух линий абсолютно одинаковые. Отсюда можем сделать неутешительный вывод. На глаз геометрические размеры мы воспринимать можем очень плохо. И вот эти особенности восприятия не позволяют нам точно говорить не о параллельности линий, не о относительных размерах объектов, особенно если они окружены какими-то другими структурами, не о структурах, которые могут напоминать что-то, что мы видим в обычном мире, как вот здесь, например, рельсы перспективы. Следующий момент. Раз с геометрией все плохо, что же у нас тогда с яркостью? Дело в том, что наш глаз, опять же, когда эволюция его разрабатывала, так скажем, она не брала себе целью, не ставила себе целью сделать глаз в виде такого точного изменительного прибора. Зрение нам нужно было только для выживания, ну и, соответственно, наиболее приспособленный выживал. И понятно, что если наш глаз сможет автоматически убирать, например, тени с изображения и воспринимать действительно то, что находится в тени, а не тень саму по себе, для нас с точки зрения эволюционной это будет хорошо. Ну и посмотрите вот на это изображение. Здесь что клеточка А, что клеточка Б на самом деле имеют абсолютно одинаковый с точки зрения компьютера цвет. Если вы эту картинку сохраните, посмотрите просто цвет по яркостям, увидите, что он совершенно одинаковый. С другой стороны, понятно, что клетка Б нам кажется гораздо более светлой, чем клетка А. Для примера, вот приведена здесь прямая линия, которая не меняет свой цвет на всей протяженности, и, как вы видите, для этих клеток А, Б и вот этой яркость совершенно одинаковая. Следующий момент. Красные линии на белом или на черном фоне. Понятно, за счет контрастности цвет красный будет казаться немножечко разным. Ну и последний момент. Это вот такая решетка. Обратите внимание на места пересечения, где более яркие точки. Дело в том, что наш глаз воспринимает и передает информацию только о контрасте. То есть мы видим только края объектов, ну и, соответственно, получаем информацию, с какой стороны этого края более яркая, более темная. Ну и, соответственно, насколько яркая, насколько темная. И из-за этого на этом объекте эти точки нам могут казаться то черными, то белыми, зависит от того, как мы на них смотрим. Отсюда второй неотешительный вывод. Яркости на глаз, даже относительные, мы воспринимать нормально не можем. Но про абсолютные, если кто-то еще застал эпоху пленочных фотокамер, то знает, что наш глаз не является экспонометром. И просто посмотрев на какую-то, скажем, сцену, выставить точную выдержку для пленочной камеры практически невозможно. Хорошо, с яркостью тоже все плохо. Движение. Наверняка видели такие картинки, которые при просмотре дают артефакт, когда возникает ощущение, что вся картинка движется. Опять же, никакого движения нет. Это не анимированная картинка. И более подробное описание этого эффекта вы можете прочесть в книгах. В двух словах, дело в том, что наш глаз и обработка изображения имеет две системы. Система, условно говоря, что и система, условно говоря, где. И дело в том, что система где эволюционно более ранняя. Понятно, что для каких-то наиболее ранних животных, у которых появилось зрение, было важно, что что-то начало двигаться. Это что-то можно либо съесть, либо убежать. То есть движение было наиболее важным. И эта система не использует для своей оценки цвета. И если у вас будут цвета примерно одинаковой яркости, после обработки глазом, то вы сможете создать такую иллюзию, потому что система где будет видеть полное отсутствие разницы, для нее все эти точки будут одинаковые, за исключением вот этих вот белых участков, которые здесь вот контрастно выделены. А система что будет видеть два разных личных цвета. Ну и за счет их взаимодействия будет казаться, что есть движение в этой сцене. Можем воспринимать движение? Не можем. Еще один интересный момент – это вычитание нашим глазом фона, который не меняется при изменении какого-то изображения. Если посмотреть на центральную часть этой картинки, на вот этот крестик, то через некоторое время картинка немножечко изменится. Скажите мне, что вы через некоторое время будете видеть вместо розовых таких вот кружочков, что в итоге вы теперь видите? Понятно, что эволюционно наше зрение было приспособлено для того, чтобы мы могли не обращать внимания на разность освещенности. Согласитесь, вы можете читать книжку под тенью дерева, какая-то часть листа будет освещена этой книжке, больше, какая-то меньше, но вы совершенно спокойно сможете прочесть по написанной на листе. То есть наша система обработки изображения настроена на то, чтобы вычитать фон. Так как здесь все точки, кроме одной, являются неподвижными, через некоторое время, тем более, что мы взгляд с вами зафиксировали на центральной части, мозг автоматически начнет вот эти вот, как ему кажется, погрешности фона вычитать. А теперь, если вдруг у вас одна из этих точек пропадает, вы видите так называемый дополнительный цвет. То есть салатовый цвет, он к этому цвету, а джентом будет как раз-таки дополнительным. Почему? Потому что пропал фон, и кажется, что вот появился наоборот объект. Отсюда еще одна особенность восприятия. Объекты, у которых много неподвижного, и что-то вот так вот чуть-чуть меняется, мы тоже с вами воспринимать не можем. Ну и последний момент, который нельзя сказать, что, конечно, плохой. Дело в том, что у нас все-таки есть некое представление о окружающем нас мире. И некоторые системы, например, системы распознавания лиц, зашиты в нашем мозге очень и очень глубоко. И мы с вами видим лица везде. Достаточно всего лишь картинки, чтобы было что-то, скажем, там, Т-образное, и это уже будет касаться в виде лица. То есть, в принципе, вот буква Т, да, она может распознаваться нашей системой обработки лиц. Что интересно, эта система, условно говоря, перехватывает контроль и дальше не дает нам увидеть то, из чего это состоит, если мы начинаем приглядываться. Ну, простой пример. Это картина, я думаю, даже художника сможете назвать. У него целая серия таких картин есть. Но посмотрите. Здесь, в принципе, лица, конечно же, нет. Здесь только, условно, гляну термор. Да, фрукты лежат, овощи. Тем не менее, наша система зрения воспринимает это совершенно однозначно, как портрет человека. Вторая иллюзия, где можно увидеть либо вазу, либо лицо. Опять же, биологически для нас лицо наиболее важно. Мы его видим как бы первым на этом изображении. И если вы вспомните теперь, какую-нибудь анатомию, сколько там всяких структур, которые называются за счет того, что они похожи на что-то нам уже известно. Турецкое седло, хиазма, гиппокамп. Ну, опять же, в любой части анатомии вы это всегда сможете назвать. Поэтому, в некоторых случаях, если мы видим что-то новое, но оно похоже на что-то, что мы знаем, мы будем его называть вот таким вот именем. При этом, иногда, конечно, возможно, что вот такое название, ну, условно говоря, будет ложным создавать лишние иллюзии. Понятно. Теперь мы можем с вами абсолютно точно заявить, что глаз, конечно, прибор хороший, и обработка изображения, которое у нас есть в нашем мозге, она приспособлена для улучшения нашего выживания, но никаким образом нельзя говорить о том, что это прибор, пригодный для каких-то точных измерений. Когда вы учились, скажем, что-то рисовать, в детстве, например, всегда была проблема с масштабом. Правильно? Вы видели какую-то часть изображения, пытались ее более подробно нарисовать, а дальше, когда рисовали, становилось больше, меньше. И наверняка в детстве пытались, для того, чтобы перерисовать какую-то картинку, сделать ее просто разбить, например, на клеточке. То есть, если какая-то картинка нарисована на клетчатой бумаге, то дальше перерисовать ее по частям можно уже достаточно хорошо, избежав погрешности восприятия в геометрии изображений, как минимум, и за счет этого воспроизведя, в общем, такую перерисованную практически кальку изображения. То же самое раньше исторически делали в микроскопе. Помните, у нас есть у нашего окуляра так называемая полевая плоскость, и все, что мы сюда положим, будет софокусно с нашим изображением. Если мы положим в эту плоскость вот такую вот счетную линеечку, то есть, просто квадратики нарисованы, и теперь поставим наш препарат, картинка будет выглядеть вот так. У нас будет софокусно видна и наша сеточка, и наш препарат. И теперь, в принципе, если нам будет задача перерисовать изображение, то мы его перерисовать можем очень легко, просто по тому, что перерисовываем отдельные квадратики. И уже искажений больших не будет. В принципе, геометрические искажения мы уже смогли с вами убрать, которые возникают за счет нашего восприятия. Но, согласитесь, не очень удобно. В некоторых случаях, конечно, можно клетки, например, посчитать, потому что, если у вас есть такая сеточка, то вы можете теперь просто подсчитать среднее количество амперклеток в каждой ячейке. Достаточно легко сделать. Действительно, до сих пор это применяется. Следующий способ документации изображения это так называемая камера Люсида. В свое время, когда не было камер цифровых, когда были только камеры для фотографирования, и было достаточно много времени затратить, чтобы получить хорошую фотографию, они были очень популярны. Сейчас их популярность опять немножко возрастает. Ну, понятно, очень удобны они для того, чтобы можно было перерисовать изображение. А что если такая камера представляет? Как вы помните, микроскоп формирует нам изображение, хотя оно и мнимое, примерно где-то на 25 сантиметрах. Состояние наилучшего видения. Если мы теперь поставим здесь где-то полупрозрачную пластинку, и на таком же расстоянии, то есть вот это расстояние тоже у нас будет 25 сантиметров, разместим, скажем, лист бумаги. Согласитесь, что мы теперь софокусно будем видеть и лист бумаги, и наш препарат. И в принципе, если эта пластинка будет подобрана подходящим образом, чтобы с микроскопа достаточно большое количество света все-таки проходило в глаз, но мы видели в то же самое время и наш лист бумаги, мы теперь можем, как в детстве, просто по контуру этого изображения обрисовать то, что мы видим в микроскопе. И понятно, что здесь, если мы будем рисовать теперь эту картинку, искажений геометрических будет очень мало. Мы обрисовываем просто как по трафарету это изображение. Старый вариант музейной камеры Люсиды представлен вот здесь, но сейчас до сих пор продаются уже вот такие упрощенные камерки, где вместо зеркала стоит специальная призмочка и позволяет, в общем-то, просто надеть ее на любой окулер любого микроскопа и перерисовать. Чем удобна такая система? Да, мы сейчас будем говорить дальше с вами о камерах, о том, как все это можно снимать, но ваше предположение, почему камера Люсиды до сих пор не умерла и до сих пор используется? Согласитесь, на камеру вы можете снять только один фокус, правильно? Либо тогда делать стэк, снимать постоянно микровинтом, это двигая. Теперь, когда вы работаете с микроскопом с толстым объектом, что вы обычно постоянно подкручиваете, чтобы видеть весь объект целиком? Особенность нашего восприятия – возможность по серии изображений составить представление о всем объекте. Здесь, в данном случае, может быть плюсом. Мы можем посмотреть на этот объект, представить себе, как он вообще выглядит, и теперь перерисовать его, уже собрав все наше представление об объекте, пока мы микровинтом двигали, в получившие изображения. Если посмотреть на изображения каких-то старых авторов, да, они очень подробные, очень красивые и очень точные. А во многих случаях использовалась вот такая как раз камера Lucida, и поэтому вы можете теперь, зная ваш объект, многократно на него смотря, перерисовать его, используя уже информацию о всей его, скажем так, глубине. При этом работаете на объективе с большой числовой апертурой, то есть с малой глубиной фокуса. Поэтому, в принципе, камеры Lucida до сих пор используются, и более того, в принципе, продаются к сферену микроскопам, даже производителям. Но, опять же, это все-таки такое нишевое использование. И, конечно же, сейчас нам наиболее удобно использовать обычную камеру цифровую для того, чтобы можно было это изображение снять. Почему? Во-первых, камера будет геометрически передавать все то же самое, что мы увидели бы глазом, но она будет лишена особенностей восприятия. То есть мы при помощи камеры, снятое изображение, можем теперь с вами померить. Как по x, y, по, соответственно, этим параметрам, так, на самом деле, и по яркости. Конечно, у камеры тоже нелинейная передача яркости, но, в принципе, ее можно откалибровать. И после этого мы можем мерить яркость каждой точки в каких-то уже известных нам единицах. Помните, мы с вами говорили, например, о ратиометрических красителях, когда говорили о флюинцентной микроскопии, когда мы могли после калибровки получить для каждой точки нашего изображения концентрацию, например, того же самого кальция или pH, или напряжение на мембране уже в единицах не неких относительных, а в абсолютных. То же самое и здесь. Если у нас будет что-то, на что мы можем откалиброваться, это будет повторяться между препаратами, в принципе, мы имеем право тогда мерить и яркость. И камеру можно расположить в микроскопе несколькими способами. Первый способ самый простой. Так как у нас объектив формирует промежуточное реальное изображение, увеличенное в какое-то количество раз, пускай объектив, например, 40-кратный, то и здесь изображение у нас будет 40-крат увеличенное. И если мы сюда теперь поместим просто нашу матрицу от камеры, то на ней это изображение будет, мы его увидим. Учитывая, что размер матрицы обычно небольшой, но пускай будет, скажем, 1,2 дюйма, увеличение в 40-крат, теперь мы это с вами на экран компьютера выведем, скажем, там 23 дюйма у нас он будет размером, ну и, понятно, увеличение мы получим там примерно где-то ну, скажем так, больше 200-крат. Точно я сейчас не посчитаю быстро. Но какие здесь есть минусы? Согласитесь, что это изображение у нас имеет определенный размер, который дает наш объектив. Предположим, что где-нибудь порядка 28 мм в диаметре. И не всегда у нас размер матрицы камеры будет подходить под эту часть. Поэтому, конечно, нам удобнее было бы перед камерой поставить еще небольшой набор линз, который будет согласовывать размер изображения, которое дает нам наш объектив, и размер нашей камеры. Предположим, у нас такая громадная совершенно матрица, хорошая, качественная и дорогая. И мы хотим, чтобы все-таки у нас все наше изображение укладывалось теперь, даже чуть больше будет, на эту матрицу. И мы можем снимать теперь всего нашего поля зрения. Вот центральную часть. Очень хорошо. Конечно, это имело особое значение при работе с фотопластинками и камерами, которые снимали на пленку. Но с фрами камерами это тоже очень удобно. Вот такая насадка позволяет вам снять все поле зрения вашего микроскопа. Проблемы, которые у нас с вами теперь возникли. Каким образом нам посчитать разрешение нашего микроскопа и нашей камеры, и каким образом их сопоставить? Потому что возможно несколько случаев. Случай номер один. У нас очень много точек на камере. Предположим. Но микроскоп у нас с небольшой числовой апертурой. И предположим, если мы возьмем одну точку меньше, чем разрешение микроскопа, ну скажем, какую-то точку 100 нанометров. А если флюоресцентная, то осадок красителей или микросферку 100 нанометров. Ее картинка будет так проецироваться на множество-множество точек. Как вы думаете, почему такая ситуация будет не очень хорошей? Что здесь нам может мешать? Первая очевидная вещь. Размер изображения. У нас будет просто большой файл. Сейчас это, конечно, никого не смущает. Есть способ хранить большие картинки. Но представьте, вы снимаете эти картинки по 200 картинок в день. Уже не очень хорошо. Второй момент. Кто-нибудь пытался снимать камеры при очень маленьком освещении, в темноте, например. Появляется шум. Правильно? Камера дает не черную картинку, а вот такая рябая картинка, когда точки время от времени светятся. Теперь представьте вы всю яркость с этой одной единственной точки. Теперь спроецировали не на некоторое количество небольшое точек, а вот на такую большую поверхность. Значит, в каждой из них яркость будет меньше. Правильно? Вы ее, условно говоря, разделили на количество точек. И таким образом у вас вот это ваше изображение будет менее ярким от этой точки. Поэтому, конечно, не очень подходит. Второй случай. Давайте мы теперь сделаем так, что у нас вдруг совпадет точка, которая у нас есть на нашем микроскопе, на нашей камере, подойдет ли нам такой вариант или не подойдет. Предположим, вот у нас наша матрица, и у нас функция рассеяния вот этой же точки, единственной, тоже 100 мм, на одну точку вот так совпадает. Хорошая ли эта ситуация? Или здесь тоже есть какой-то подвох, на ваш взгляд? Абсолютно верно. Предположим, что у нас здесь вторая точка находится на расстоянии как раз релея. То есть между ними расстояние такое, что максимум функции рассеяния первой точки приходится на минимум функции рассеяния второй. С точки зрения критерия релея эти две точки разрешены. Правильно? Но на камере не окажется вот так вот рядом находящимися. И то, что мы с вами увидим теперь на изображении, у нас есть точки, и у нас вот две точки вместе одновременно светятся. Можем мы сказать, один объект просто вытянут, или два объекта в таком случае? Не можем. Согласны? Ну, то есть этот случай нам тоже не подходит. Ну и следующий случай. А давайте мы возьмем в два или в три раза больше точек. На самом деле в два это минимально, то, что можно взять. И у нас теперь получает следующая ситуация. У нас проецируется одна точка, у нас проецируется вторая точка, между ними есть еще одна точка камеры. Смогли мы теперь их увидеть отдельно? Подруга. Смогли. Получается, что нам нужно минимум в два раза больше точек взять, чем у нас точек наших оптических может дать микроскоп. То есть вот на одну точку, которая имеет, скажем, размер вот такой, пускай это будет, скажем, размер, скажем, там, не знаю, 200 какими-то нанометров, да, нам нужно взять как минимум две точки, чтобы вот эта точка была снята и по x, y двумя точками, и по x, и по y. То есть получается, что у нас на одну точку пришлось четыре точки камеры. Согласны? В таком случае, если у нас будет еще одна точка, то в принципе мы можем уже их различить. С исключением одного случая. Представьте, что у нас вот такая вот картинка, и здесь точка попала тоже вот точно в центр между четырьмя квадратиками нашей камеры. Сможем мы теперь их различить или не сможем? Ситуация опять вот такая, правда? Но только в том случае, когда попадание вот настолько абсолютно верное. Поэтому, в принципе, считается, что чтобы мы не потеряли разрешение нашего микроскопа оптического, нам нужно взять в два раза больше точек. Это минимальное значение. Но если вы хотите, чтобы вы могли избежать и вот такого единичного случая, тогда нужно брать в три раза больше точек. Больше, чем в три раза точек брать смысла нету. Меньше, чем в два раза точек смысла брать тоже нету. Просто потому, что если будет меньше двух, вы получите отсутствие разрешения, если будет больше трех, вы получите избыточное количество точек, потерю яркости вашего изображения и так далее. Хорошо, давайте теперь посмотрим, как такую задачку мы с вами сможем решить. И, предположим, у нас достаточно неплохой объектив. Понятно, что масляная иммерсия раз 1,3 у них числовая апертура. Предположим, что у нас есть 540 нанометров яркость света. И так как у нас, предположим, что это флуицентная микроскопия, то формула, по которой мы посчитаем размер точки одной при таком разрешении, нам понятна. 1,22 умножить на 540, это наши нанометры, и поделить на 2 умноженное на 1,3. Это числовая апертура наша. Решили эту задачку. Получили, что у нас где-то четверть микрона разрешения. Но у нас еще есть поле зрения нашей камеры. То есть наша камера, если мы ее откалибруем на нашем препарате, в микронах видит вот такой вот участок. 250 микрон по этой оси, 180 микрон по этой оси. Можем мы сказать теперь, сколько оптических точек у нас по каждой оси уложится. Зная размер этой оптической точки, предположим, что это будет 0,25 микрона. И каким образом мы можем посчитать, сколько таких точек здесь уложится. Ну и получается, что здесь у нас где-то примерно 1000, да. Ну и здесь у нас где-нибудь там 1700, 700 где-то получится примерно. Опять же, у меня не очень хорошо с устным счетом, поэтому если где-то ошибся, проверяйте. То есть мы получили с вами примерно вот такое количество точек. И нам теперь нужно, чтобы на самом деле количество точек камеры было как минимум в 2 раза больше. Ну и как максимум не больше, чем в 3 раза больше. То есть мы можем сказать, что нам подойдет матрица с разрешением, скажем, 2000 на 1400 минимально и максимально 3000 точек на 2100 точек. То есть больше, чем такое разрешение нам не нужно. У нас в принципе наш микроскоп не даст больше, меньше, чем такое, мы будем терять за счет того, что просто у нас точки будут слишком близко расположены. Про теорему Котельникова или критерии Найквиста, как хотите, про то и про то можно говорить. Мы еще поговорим на конфокальной микроскопии. Еще раз объясним, почему нужно брать в 2 раза минимум, в 3 раза максимум больше точек. Но пока для решения этих задач возьмите, так как там будет опять же минимум всегда написано, что в 2 раза нужно больше точек брать. То, что я хотел еще здесь использовать, чтобы обратить ваше внимание. Посмотрите, в зависимости от того, какое увеличение у нашего объектива и какая числовая апертура, количество точек нам может понадобиться совершенно различное. Ну и опять же, размер оптической точки у нас тоже будет различаться. Если у нас будет объектив с большой числовой апертурой, но невысоким разрешением, то у нас в принципе получится, что мы можем с вами в итоге видеть большое количество точек. Нам понадобится матрица с большим количеством пикселей. С другой стороны, давайте возьмем объектив, например, сотый с неплохой числовой апертурой 1.3. Что это будет означать? Посмотрите, здесь у нас тоже была числовая апертура 1.3 и мы с вами знали, чему у нас будет равна одна точка в реальных единицах. То есть мы можем увидеть точку примерно четверть микрона и разрешить. Но теперь у нас увеличение уже не 40 крат, как здесь, а 100. И соответственно, если мы посмотрим на поле зрения, оно уже у нас будет гораздо меньше. Мы уже будем видеть не четверть миллиметра на 180 микрометров, а соответственно, где-то, наверное, в лучшем случае 100 на 80. И понятно, что в данном случае даже камера с разрешением, скажем, 1000 на 800 точек нам будет вполне достаточно, а может быть даже окажется перебором. Поэтому, например, снимать какой-то образец на сотом объективе на камеру с 25 мегапикселями смысла никакого нет. Мы с вами получим ситуацию, когда каждая точка будет на много-много точек камеры проецироваться. И если это флуицентная микроскопия, у нас будет очень много шума, очень мало сигнала. Разобрались. Следующее. Если мы будем говорить о цифровых камерах, то, конечно, мегапиксели это все прекрасно. Это разрешение по x и y. У нас еще есть разрешение по яркости. Дело в том, что в случае компьютерной обработки любого сигнала у нас все представляется в бинарном виде, в виде нулей и единичек. То есть, если мы хотим, скажем, взять какое-то число, то оно будет представлено в компьютере дальше в виде нулей и единиц. И, в принципе, если мы захотим представить какое-то количество градаций яркости, нам нужно определенное количество вот этих нулей и единичек задействовать. Например, хотим с вами представить 256 градаций яркости, тогда нам понадобится с вами 8 бит. Хотим представить больше, нам больше бит с вами потребуется. И в идеале давайте возьмем для начала всего 4 бита на каждую точку нашего изображения. Извините, давайте сначала 2 бита возьмем. Тогда это будет, соответственно, 4 значения. Какие значения у нас могут быть? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. То есть, в принципе, только 4 значения яркости можем с вами здесь распознать. Как видите, на этой картинке действительно у нас теряется очень много информации от исходного изображения, так как мы с вами оставили здесь всего 4 варианта яркости. 4-битная, понятно, тут 2 в четвертой степени уже немножечко получше, 16 цветов, конечно, тоже плохо, но все равно. А теперь обратите внимание на 6-битную картинку по сравнению с исходной 8-битной. Заметна ли большая разница или нет? Здесь есть два момента. Первый момент. Дело в том, что наш глаз способен для одного и того же цвета воспринять не больше где-то 120, если мы верим японцам, 60 с небольшим, если мы верим европейцам, яркости. То есть, здесь у нас цвет один серый, правильно? У нас нет никакой возможности, контрастность, взять еще ее разность по цвету. И если мы теперь переведем 6-битной, то в принципе понятно, что 2 в шестой степени как раз минимальное значение, как считают европейцы, порядка 60 значений. Яркость одного и того же цвета одновременно можем воспринять. 8-битная это 256, что явно за пределами нашей возможности различения отдельных цветов. Второй момент, который может быть, если бы мы это проецировали бы через проектор, то многие проекторы предыдущих годов выпуска на самом деле только 6-бит способны воспроизвести из 8-битного изображения. В данном случае, конечно, мы смотрим на экране компьютера, поэтому это не так. Но теперь мы знаем, что наше зрение для одного цвета дает нам весьма ограниченный набор яркости, который мы можем с вами как отдельное воспринять. Отсюда становится вопрос, а зачем нам тогда нужны 8-битные и с большей битностью изображения? Абсолютно верно. То есть, если мы будем снимать с большим набором яркости, если у нас разрешение по яркостям у камеры будет лучше, мы дальше можем, например, для этой картинки регулировать яркость и контрастность без потери значимых деталей. Более того, если мы, например, ту же самую ратиометрию с вами считаем, у нас может быть разница там на проценты, что глазом не увидим, но в виде уже численном мы сможем работать. Отсюда один важный вывод. Изображение, которое мы с вами снимаем на микроскопе, это некрасивая картинка, а это набор данных, с которым мы дальше должны очень аккуратно работать, чтобы у нас не произошло потери этих данных. То есть, обращайтесь с изображением уже не как с фотографией, а как с набором померенных четких данных, в данном случае, например, яркости или если флюоресценция, то количество флюоресценции и так далее. Поэтому, в принципе, сейчас обычно берут камеры как минимум с 10-битным или даже 12-битным представлением яркости. Это позволяет в дальнейшем гораздо удобнее с картинками работать, пересчитывать их и так далее. С яркостным разрешением мы с вами поговорили. Давайте посмотрим на то, как сделаны, в принципе, камеры. Я понимаю, что многим покажется попытка разобрать работу камер немножечко излишней, но как я вам дальше покажу, разница между прибором зарядовой связью, так называемой CCD-камерами и КМОП-камерами или CMOS-камерами, если по-английски, будет нам важна для понимания некоторых дефектов в их работе. Два типа камер, которые сейчас используются, это камеры типа PZS. По сути дела, можно сказать, что это такая солнечная панель, которая в каждой точке, в зависимости того, попадает на нее свет или нет, набирает какое-то количество электронов. Больше или меньше. И дальше, за счет процесса, о котором расскажу, мы можем с вами передвигать строки и столбцы этого изображения, в итоге считывая для каждой точки количество электронов, которые за счет экспонирования на свете здесь образовались. Второй тип матриц, КМОП-матрицы или CMOS, если хотите, в свое время они были очень шумными, с малой чувствительностью. Сейчас появились, опять же, сейчас как, 8 лет назад как, появились камеры, которые называются Scientific CMOS, которые лишены многих недостатков. Но, тем не менее, общая идея их работы немножечко другая. У вас есть некий элемент, который меняет свое сопротивление в зависимости того, сколько света на него попадает. И у вас есть некая часть, которая усиливает вот это небольшое изменение сопротивления. И вы теперь можете сказать, что я хочу сочетать вот только этот столбец и только эту строчку. И в данном случае вы можете с этой матрицы считывать, например, не как здесь, практически всю матрицу целиком, а только определенный участок. Например, хочу считать вот эту точку и вот эту точку, и больше ничего. Но это означает, что эти точки мы можем считывать с вами очень быстро. Поэтому разница между двумя камерами, как видите, уже как минимум в возможности выбора региона, который мы с вами хотим смотреть. В случае CMOS камер, если драйвер компьютерной программы позволит вам считывать несколько участков с нее, для многих камер микроскопических это правда, то вы можете просто задать несколько участков, которые вы хотите смотреть, а не всю камеру. Это можно делать быстро. Здесь на самом деле тоже можно взять какой-то регион, но он только один, только квадратный может быть. Давайте рассмотрим чуть более подробно. ПЗС матрицы, ПЗС камеры хороши тем, что в свое время они обладали очень большой чувствительностью, очень маленьким шумом. Сейчас с появлением CMOS камер, конечно, это уже не столь сильно выражено. Тем не менее, для некоторых камер, специально изготовленных, так называемые обратно истонченные камеры. Квантовая эффективность, то есть шанс зарегистрировать единичный фотон, может достигать 90%. То есть из 100 фотонов, 90 фотонов вы сможете зарегистрировать, что, конечно, очень неплохо. Есть и недостатки. Ну, с первым недостатком здесь, конечно, нужно поставить звездочку относительно того, что невозможно прочесть определенный участок. Скажем так, невозможно прочесть определенный участок произвольной формы. Конечно, какой-то квадратный участок с нее, чтобы не все читать, можно. И у таких камер обычно не очень высокое разрешение. То есть, ну, максимум там 2000 на 2000 точек, чаще всего 1000 на 1000 точек или что-то около этого. Как такая камера работает? Первое. Вы ее экспонируете и в каждой ячейке здесь накапливается какое-то количество электронов. Дальше над этими ячейками есть металлические тоненькие участки, которые вы можете перекладывать напряжение. И за счет этого, прикладывая положительное напряжение, вы можете электроны между этими ячейками как бы перемещать. Здесь вот картинка видна. И получается, что вы даете некоторое время этой камере накопить изображение. Словно говоря, накапливается с каждой точки, куда попадают фотоны, электроны. А дальше вы можете у этой камеры начать переносить накопленные электроны по строкам и по столбцам. При этом здесь смотрите, например, на одну строку сдвинули и у нас нижняя часть точек нечувствительна к свету. Краска амперчерная залита, чтобы свет у нас таким образом здесь не влиял. Сюда мы сдвинули с вами одну строчку. И дальше можем теперь сдвигать столбцы. В каждой столбе сдвигать в, скажем, уже схему, которая считает, сколько же там электронов было. И сдвигая таким образом вот эту часть, мы с вами получим. Здесь у нас было 0, 0, 0, 0. Какое-то количество, пускай будет в этой системе как 1, 1, 0 представлено, 0 и так далее. То есть считывание здесь идет, видите, последовательно. И, конечно, нужно понимать, что если у вас всего один вариант такого считывания, оно будет медленно. Вам нужно каждую строку считать и, соответственно, каждый столбец. При этом важная вещь, которую нужно сразу же отметить. Мы можем делать так называемый биннинг. Мы можем в конечный вот этот регистр, который будет называться регистром сдвига, перевести сразу же две строки, например. Таким образом сложить заряд сразу же с двух строк. Как вы думаете, к чему это приведет? Какие здесь будут минусы, какие будут плюсы? А день разрешения это минус, несомненно, согласен. А плюсы? Абсолютно верно. Первое увеличение скорости, можем быстрее читать. А второе, помните, у нас была ситуация, если у нас наш сигнал попадает сразу же на много ячеек камеры. Таким образом, мы можем виртуально эти ячейки опять просуммировать. И как будто бы у нас вместо таких маленьких ячеек были вот такие большие. То есть вернуть это состояние. Увеличить соотношение сигнал-шум. Картинка будет менее шумная. Увеличить чувствительность, то есть увидеть даже объекты, которые были, скажем, не очень яркие. Ну и второе, у нас может оказаться, что у камеры больше точек, чем нам нужно для данного объектива. И мы можем за счет биннинга подобрать так, чтобы разрешение камеры совпадало с разрешением оптическим нашего микроскопа. Поэтому биннинг это очень полезная вещь. Сейчас мы еще поговорим, где его можно будет применять. Да, давайте посмотрим, как решается вопрос с тем, как эти матрицы могут теперь работать быстро. Согласитесь, что если у нас, скажем, там, не знаю, 100 на 100 точек, то вот такой процесс считывания, но он может быть достаточно быстрый. Можем получить там, не знаю, 100 кадров в секунду. А теперь представьте у нас 1000 на 1000 точек. И у нас всего лишь одна точка, которую мы в итоге считываем, куда мы сдвигаем все наши строки и все наши ряды. Это будет медленно. И более того, если во время считывания у нас какой-то свет будет поступать на нашу матрицу. Понятно, что в данном случае, так как считывание медленное, в этих ячейках, которые уже сдвинулись на одну, опять начнет накапливаться некий заряд. То есть картинка, которую мы с вами можем увидеть, будет выглядеть как-то, например, вот так. У нас и по строкам, и по столбцам, пока мы считываем, продолжает вот это вот накапливаться, и мы видим вот такую вот засветку. Если будете смотреть на старые фильмы, особенно документальные 80-х, начало 90-х годов, когда были такие матрицы, такой вариант считывания, обратите внимание, когда камера снимает перночью и снимает фонарь. Вот такая картинка будет очень часто видна. Как с этим начали бороться? Начали использовать так называемые матрицы кадр-буфер. Когда у вас очень быстро переносятся все строки в нижнюю часть, когда точно такая же матрица, как бы еще раз просто продублирована. И с нее вы теперь можете медленно считывать точка за точкой, в то время, как вот эта верхняя светочувствительная экспонируется. Понятно, что скорость в данном случае возрастает, за счет чего вы одновременно можете экспонировать новую картинку и считывать старую. Ну и в случае, если вам нужно очень-очень быстро работать, есть камеры, которые позволяют делать, например, 600 или 800 кадров в секунду. У вас нет возможности переносить все это целиком, это займет некоторое время. Вы можете разбить каждую строчку вашей камеры на две. Одна из них будет экспонироваться, вторая будет считываться. И считывать вы можете все строчки на самом деле одновременно. То есть для каждой строчки поставить вот этот свой, по сути дела, регистр сдвига оказался, и поставить свой порт для считывания. За счет чего можно будет делать это очень быстро. Но какие минусы? Во-первых, это будет сильно дороже. А во-вторых, у вас каждая точка экспонируется только наполовину. Да, вот эта часть у вас закрыта, темная, в которой вы считываете, вот эта часть открыта. Конечно, придумали всякие ухищрения, типа микролинз, которые весь свет, попадающий на такую точку, экспонирует только в ту часть, которая в данном случае открыта. Но в любом случае у таких камер с чувствительностью немножко больше проблем, чем у кадр-буфер или полнокадровый. Еще одна особенность ПЗС-камер, которой она в микроскопии точно понадобится. Дело в том, что если у вас в какой-то ячейке этой камеры накапится слишком много заряда. Как вы думаете, что с этим зарядом будет происходить? Могут ли отрицательные заряды очень плотно быть упакованы? Или произойдет с ними что-то интересное? Да, электростатическое расталкивание. Абсолютно верно. То есть получается, что в таком варианте камеры, если у вас слишком много электронов образовалось, они начинают с соседней точки переходить. Ну и вот картинка, которая называется блуминг, перетекание заряда в соседние точки. На самом деле это тоже к блумингу относится. Придумали камеры, которые позволяют слишком большое количество заряда, возникающего в какой-то точке, убирать. Но с точки зрения, количественной оценки яркости. Как вы думаете, какая ситуация лучше? Когда вы немножечко потеряли разрешение, этот заряд растекся на соседние точки? Или если в этой точке, после того, как стало слишком много заряда, вы его просто обрезали? Что будет более количественно с вашей точки зрения? В случае, если у вас камера будет излишний заряд просто убирать, то вы теряете данные. Вы не можете сказать, сколько они потерялись, сколько там на самом деле было. Если вы хотите количественно работать, то во многих случаях на микроскопах до сих пор устанавливаются PZS-камеры, которые не имеют возможности убрать этот излишний заряд. У вас происходит блуминг, растекание. Но опять же, если вы просуммируете вот это все, то с какой-то погрешностью вы можете сказать, какая на самом деле была яркость в этой точке. Поэтому в некоторых случаях на камерах дорогущих, которые ставятся на микроскопы, этот дефект может быть не убран. И обратите внимание, если вы видите вот такие или вот такую вот картинку, это как раз вот этот блуминг у нас и будет выглядеть. Второй тип камер – КМОП-камера. Или, если хотите, CMOS-камера, если говорить по-английски. Опять же, плюсы у них понятны. Они дешевле, потому что это тот же самый процесс, по которому выпускаются все микросхемы. Ничего дополнительно делать производителю не нужно. У них больше спектральная чувствительность. Они могут и в ультрафиолете смотреть, и в инфракрасном достаточно неплохо. Доступны более высокие разрешения, поскольку их дешево производить. Опять же, нет никакой необходимости какой-то дополнительной электроники, потому что это микросхема, что мешает там же сделать и всю остальную обвязку к ней. И еще один плюс, то что мы теперь можем считывать вообще, если это в программ обеспечении, конечно, предусмотрено, точки по отдельности, если вдруг захотим. То есть мы можем, например, сделать полностью картинку, к примеру, всего поля зрения, а дальше задать только те точки или те области, может быть даже несколько областей одновременно, в которых мы хотим снимать что-то очень-очень-очень быстро. Из недостатков, которые были у этих камер. Ну, больше собственный шум. Почему? Потому что здесь, посмотрите, у нас кроме самой светочувствительной области есть еще какая-то электроника, которая этот сигнал усиливает. Понятно, что любая электроника не имеет стопроцентно коэффициент полезного действия, и что-то уходит на нагрев. Как мы увидим дальше, нагрев для камеры не очень хорош, потому что камеры чувствительны в инфракрасной части спектра. И каким образом понять камеры? Тот фотон, который она зарегистрировала, это фотон, который действительно пришел от какого-то объекта, или это фотон, который сама камера излучила просто за счет нагрева. Понятно. То есть тепловой шум, возможность генерации так называемых термоэлектронов, она здесь не очень удобная, так как эта матрица сама по себе имеет в себе какие-то активные элементы, она будет немножечко нагреваться. Поэтому минусы, конечно, это больше собственный шум и чувствительность немножко меньше. Однако сейчас появились, опять же, как 7 лет назад, называемые CMOS камеры, которые эти проблемы решают, они практически сравнялись по чувствительности и по количеству шума с приборами зарядовой связи. Поэтому, в принципе, сейчас вот такой большой разницы между этими двумя типами камер нет. Однако, для того, чтобы можно было быстро и накапливать, и считывать картинку с такой камеры, приводится схема считывания этой камеры по частям. Помните, у нас в случае ПЗС камеры были камеры типа кадра буфера или межстрочные камеры, которые одновременно могли экспонироваться и считывать часть изображения. Здесь, так как мы можем с камеры считывать любой набор точек, была придумана следующая. Давайте мы будем читать вначале первую, скажем, треть камеры, потом, скажем, вторую треть камеры, потом, скажем, третью. А в это время у нас будет экспонироваться нижние две трети, первая и третья треть или верхние две трети. То есть, получается, что камера как бы разделена на вот какое-то количество таких вот отдельных участков. На самом деле, гораздо больше. Каждую строчку можем считывать по отдельности, пока все остальные экспонируются. Это так называемый катящийся затвор или rolling shutter. Чем он плох? Представьте, что вы снимаете движущийся объект. Картинка, которую вы получите. Отражает ли она действительную картинку? Конечно же, нет. В случае микроскопии. Предположим, что у нас движется некий флуоресцентный шарик. И мы делаем большую выдержку для того, чтобы снять эту картинку. Да, шарик у нас, конечно, вот такой, но за счет того, что он двигался, у нас картинка просто смытая. А теперь давайте попробуем камерой с катящимся затвором снять этот шарик с меньшей выдержкой. Здесь у нас была одна миллисекунда. Здесь, скажем, 20 микросекунд. Мы возьмем. Смотрите, какие картинки мы получили. Отражает ли хоть одна из этих картинок исходный объект? Конечно же, нет. Почему? Потому что здесь у нас считывались только верхние строчки, когда шарик здесь находился. Когда мы считывали дальше, шарик уже передвинулся сюда. Когда считывали последние, шарик уже был здесь. То есть, если вы получаете вот такие картинки, которые на самом деле могут быть даже больше, чем разрешение вашего микроскопа, и получаете вот такие странные изображения, это проблема связана с катящимся затвором. Для многих микроскопов, для многих камер микроскопов CMOS или КМОП, если хотите, есть возможность убрать, снять галочку катящегося затвора и получить вот такие вот нормальные изображения. То есть, если такой артефакт возникает, вы теперь знаете, куда смотреть. Пока то, что мы говорили о камерах, мы говорили о камерах, так называемых черно-белых. Дело в том, что каждая точка этой камеры воспринимала просто свет с какой-то эффективностью, но не могла говорить ничего о цвете. Для того, чтобы мы могли с вами получить цветную камеру, есть несколько подходов. И первый подход – это так называемый фильтр Bayer. А что если мы на каждую точку нашей камеры поставим какой-то светофильтр? Зеленый, красный или синий. Помните, три цвета нам позволят в принципе остальные цвета воспроизвести. Вот с такими вот параметрами. Для синий, для зеленый, для красный. Как видите, они немножко похожи на параметры нашего глаза. Здесь даже красный вот опять же вверх идет. Кажалось бы, мы с вами решили проблему получения цветного изображения. Но теперь, если мы хотим с вами получить реально цветное изображение, нам нужно взять в четыре раза больше точек. Правда? Да. То есть, вот у нас элемент этой камеры теперь, которая нам в принципе дает возможность говорить о цвете этой точки. С другой стороны, когда вы покупаете, например, цветную камеру на микроскоп, на ней написано, что она, скажем, 2 мегапикселя. Это 2 миллиона точек вот этих отдельных черно-белых. И дальше программа обеспечения пытается теперь пересчитать для каждой точки, какие цвета здесь были. То есть, если у нас есть какой-то объект, скажем, он так лежит, а его изображение на камеру проецируется, камера это увидит вот таким образом. Наш объект, который был, ну и точки, которые в итоге и цвет точек, яркость отображают. Если мы это уменьшим, действительно издали вот эта вот часть будет казаться серой, но программа обеспечения теперь попытается пересчитать для каждой точки, взяв из соседних красную компоненту, синюю компоненту, зеленую компоненту, какой же цвет на самом деле здесь есть. Теперь, давайте посмотрим, а что если мы на такую камеру решим снимать флуоресцентное изображение с полосовым фильтром и у нас, скажем, только синий цвет есть. Мы снимаем, например, дапи и обрезали вот так вот спектровое спускание. Будет ли видна вот эта вот синяя флуоресцентная, то есть флуоресценция точкам зеленым и красным на этой камере абсолютно точно не будет видна. То есть получается, что если мы теперь на цветную камеру с фильтром Байера снимаем синюю флуоресценцию, мы снимаем ее только одной из четырех точек. То есть мы в три раза потеряли с вами, по сути дела, чувствительность этой камеры. Площадь, на которой мы снимаем, в три раза стала меньше. То же самое с красным. Если мы снимаем только какую-то красную флуоресценцию, как видите, у нас красный это будет виден, а остальное нет. И поэтому из этих 2 мегапикселей, которые были заявлены, мы с вами оставили 2 деленное на 3. В общем, меньше 1 мегапикселя. Понятно, почему теперь в флуоресцентной микроскопии в основном используются либо черно-белые камеры, потому что мы в любом случае фильтрами ограничили с вами ту часть спектра, которую хотим снять. Либо, если мы говорим о цветных камерах, чаще всего используются камеры, которые разбивают свет при помощи призмы. Так называемые 3-PZS или 3-CMOS камеры. Мы можем сделать с вами два цветофильтра инфляционных, которые первый будет отражать только синюю часть спектра, второй будет отражать только красную часть спектра и поставить здесь камеру для красного цвета, камеру для синего цвета и камеру для зеленого цвета. Согласитесь, так как каждый цвет одновременно снимается своей камерой, то в принципе мы здесь потери с вами не получаем. Но понятно, что такая камера 3-PZS будет сильно дороже, потому что на самом деле здесь 3 черно-белых камеры стоит и не одна камера с фильтром Bayer. Когда все-таки нам может понадобиться использовать во флюцентной микроскопии цветную камеру? Согласен, когда мы работаем с темием в флуорохроме, но одно замечание, когда мы должны их снимать одновременно. Предположим, у нас объект живой и двигается. Или какой-то физиологический процесс идет быстро. И тогда мы другого варианта сделать с вами никак не сможем. И тогда, конечно, выгоднее использовать вот такое. Либо на самом деле мы же можем взять несколько камер и вот эти дихроичные зеркала сами заказать, поставить. Чтобы на одну камеру у нас, например, только флюоресцин, проецировался на другую, например, только техасский красный проецировался. Ничто не мешает. Есть система, когда мы несколько камер черно-белых с дихроиком ставим вместе. Ну и в большинстве случаев, в 90% случаев, когда вы будете работать с флюоресцентной микроскопией, камеры будут черно-белыми. И если вы будете использовать селективный кубик под них, чтобы была максимальная контрастность, то вы получите вполне себе красивую картинку. А разные каналы вы можете получить просто снимая с разными кубиками. Например, сняли синий канал, сняли красный канал, сняли зеленый канал. Потом на компьютере их просто объединили в одну большую картинку и получили такую красивую цветную картинку в виде фонтажа. Чувствительность или квантовая эффективность матриц различных камер. Я здесь приведу более-менее современные CCD и CMOS камеры. Как видите, сейчас для них чувствительность практически сравнялась. Больше 90%, больше 90% квантовая эффективность. Квантовая эффективность, напомню, количества фотонов из 100, которые эта камера смогла зарегистрировать. Но обратите внимание, что спектр у нее не очень ровный. Она, во-первых, видит не только в видимом спектре, но и в инфракрасном. Она видит в ультрафиолетовой части спектра. И наилучшее видение у этой камеры близко человеческому глазу, хотя у нас 555 было здесь ближе к 600, но тем не менее, примерно вот в этой части, желто-зеленой части спектра. И что это означает? Если вы хотите, чтобы камера ваша наиболее чувствительной была, вам лучше брать флорохром вот в этой части спектра. Например, то же самое FITS. Однако, как вы помните, в этой части спектра достаточно много автофлюресценции. Поэтому в некоторых случаях вам придется думать относительно того, что лучше взять в этой части, иметь большую чувствительность, но при этом иметь другие проблемы. Либо взять какой-то флорохром, например, вообще в инфракрасной части спектра, но подобрав специальную камеру, которая в инфракрасной части спектра, в 800 на метрах, будет наиболее чувствительной. Да, здесь мы получаем чуть больше 60%, в случае этой камеры чуть больше 70%, но зато, например, у нас не будет автофлюресценции. То есть, если вы работаете с минимальным совершенно светом, если вам нужно каким-то образом сделать так, чтобы очень плохо флюресирующий объект у вас был более-менее хорошо виден, вам придется еще задуматься и насчет чувствительности камеры при выборе флорохрома. В принципе, конечно, для каждой камеры будут свои паспорта со своими вот этими вот кривыми чувствительности, но в основном максимум будет между 500 и 600 нанометрами или одной, или другой. А что делать, если вы хотите еще улучшить восприятие этой камеры и, собственно говоря, для чего нам это с вами нужно? Чтобы пойти в эту часть, нам нужно поговорить о том, что такое соотношение сигнал-шум и почему она в микроскопии может быть важна. Для начала один и тот же препарат снятый при разном соотношении сигнал-шум. 1,05, 1,2, 2,1 и 23. Теперь давайте посмотрим, что такое соотношение сигнал-шум. Предположим, у вас ваш сигнал в неких единицах яркости занимает значение от единицы до нуля. И теперь предположим, что шанс, что у вас какая-то точка будет иметь значение, скажем, тоже от нуля до единицы 100%. То есть у вас, в принципе, точки вашего изображения тоже будут иметь, когда никакого объекта на них нету, вот такие же значения от нуля до единиц. Понятно, что при таком соотношении сигнал-шум 1 к 1 вы ваш объект практически не увидите. И работать при таком соотношении сигнал-шум практически невозможно. Здесь, конечно, чуть больше, чем 1 к 1, поэтому что-то видно, но как минимум границ объекта здесь даже предположить нельзя. Слишком маленькое соотношение сигнал-шума. Когда оно ближе к 2, в принципе, как-то объект уже более-менее можно увидеть, но, опять же, говорить о его структуре, наверное, не очень хорошо. В идеале считают, что начиная соотношение сигнал-шум 3 к 1 можно уже работать с изображением. Поэтому, если мы сможем уменьшить с вами исходный шум, то это соотношение у нас с вами улучшится. Что нам дает в наших камерах, что является источником шума в наших камерах? И первое, конечно, самое такое неприятное и важное, это то, с чем мы никак не можем бороться, так называемый ближний или фотонный шум. Когда мы с вами рисуем функции распределения точки, предположим, у нас здесь будет интенсивность, здесь какая-то координата, например, х, и вот мы нарисовали вот такую красивую картинку. Такая картинка хорошо работает, если у нас много фотонов упало. А если у нас упал один фотон, то эта картинка будет описывать у нас что? Хорошо, если один фотон, куда он наиболее вероятно на этом графике должен попасть? Ну, сюда, правильно? Ну, это вероятность. Он может попасть и сюда, и сюда, и сюда, и куда-то сюда, но просто вероятность будет маленькая. Поэтому, если мы будем с вами для нашего объекта, который находится, скажем, где-то вот здесь вот, на нашем препарате, повторять съемку с одним фотоном один раз, то у нас фотон может прийти первый раз сюда, второй раз сюда, третий раз сюда. Ну, и понятно, что за счет вот такого вот вероятностного характера мы картинку при малом количестве статистики не получим. Если мы теперь будем с вами статистику увеличивать, собирать все больше и больше данных, то, конечно, у нас эта картинка будет улучшаться. В итоге мы с вами получим что-то похожее на вот эту функцию распределения точки. Да, у нас будет максимум один, у нас будет там где-то максимум второй, третий. Но вот теперь центр у нас с вами более-менее получился. То есть, если мы работаем с единичными фотонами за счет вероятностной природы, того, куда они будут у нас в итоге попадать, и эта функция распределения точки теперь будет являться функцией вероятности, куда наиболее вероятно этот фотон единственный попадет, мы получим так называемый ближний фотонный шум. Можем ли мы как-то с этим ближним или фотонным шумом бороться? Если можем, то как? Дело в том, что мы можем с вами бороться только увеличивая статистику, собирая больше фотонов. Другого варианта у нас здесь нет. Мы не можем сказать, что у нас прилетел всего один-единственный фотон, скажем, вот сюда, что он принадлежит этому объекту. Если мы будем увеличивать выдержку, например, на камере, то есть время, которое мы с вами затратим, то, скорее всего, флуоресценция у нас придает несколько раз, и мы уже несколько фотонов поймаем. Либо мы можем с вами увеличить что? Возбуждающий свет, чтобы у нас флорохром ярче светился, если, конечно, не сгорит. Либо мы можем сделать биннинг и объединить вот эти все точки в одну, и тогда фотон попал сюда, 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 или сюда, у нас все равно это пойдет к этой точке. То есть нам нужно каким-то образом просто статистику увеличить, либо покрасить более ярким флорохромом, либо взять объектив с большей числовой апертурой, либо каким-то образом количество фотонов увеличить. То есть это такой фундаментальный ограничивающий фактор при работе с очень небольшим количеством фотонов. Следующий шум, который у нас есть, тепловой или темновой ток, если хотите, его можно назвать. Мы с вами говорили, что и первый, и второй тип камер чувствительный к инфракрасному свету. И это означает, что если у нас камера нагрета, то она будет воспринимать, собственно говоря, вот этот нагрев, как и просто фотоны, которые могут на нее попасть. То есть будут формироваться так называемые термоэлектроны, то есть электроны, которые возникают просто за счет нагрева этой камеры. Пороться с этим можно достаточно легко охлаждать камеру. Если мы будем охлаждать, скажем, на 20 градусов, то такой шум будет уменьшаться у нас на порядок. То есть если у нас камера, например, при 20 градусах Цельсия и количество, например, шума у нас 100 электронов на точку в секунду. Теперь, скажем, мы охладили до 0 градусов Цельсия. Мы с вами получили всего 10 электронов на точку в секунду. Охладили до минус 20, получили 1 электрон на точку в секунду. Именно этого шума. То есть смотрите, охладив на 40 градусов камеру, мы с вами насколько уменьшили этот шум. Поэтому большинство камер для микроскопии являются охлаждаемыми камерами. Матрица там прикреплена к элементу пельте, которая охлаждает ее до каких-то значений, скажем, там минус 10-20 градусов. И, конечно, если вы охлаждение камеры забудете включить, вы получите значительное количество лишнего шума. Еще один источник шума. К счастью, этот шум уже не случайный, а постоянный. Это нервомерность точек камеры. Согласитесь, нельзя создать камеру, которая будет абсолютно одинаковой для всех точек. Какая-то точка будет чуть больше чувствительна к свету, какая-то чуть меньше, хотя бы просто по размерам. Одна точка при создании микросхемы будет чуть больше, а вторая, скажем, крайшек отсутствует. Или еще что-то. Поэтому, в принципе, еще один источник шума – это то, что все точки камеры немножко различаются. Можем ли мы бороться каким-то образом вот с этим? Если, скажем, мы равномерно совершенно нашу камеру будем просто белым светом засвечивать, так, чтобы на все точки приходилось примерно одинаковое количество света. И сделаем там снимем кадров 200, чтобы все случайные шумы убрать. Мы увидим, что какие-то точки чуть темнее, какие-то чуть светлее, но вот этот шум будет повторяться всегда. Если мы теперь снимем наше реальное изображение, этот шум тоже повторится. Можем мы теперь просто вычесть его из нашего… На самом деле, потом мы посмотрим, что не всегда вычитать нужно, ну, скажем, убрать из нашего уже реального изображения. Можем. Тем самым, в принципе, этот шум можно определенным образом нивелировать. Ну и последний шум, который в современных камерах все больше и больше уменьшается – это шум ее работы, считывания. В некоторых случаях вы можете камеру считывать очень быстро. Обычно это в мегагерцах пишется. Например, там некоторая камера может считывать из-за скорости 80 МГц, то есть 80 миллионов точек в секунду. Она может считывать, например, 40 и, скажем, там 8 и 2. Понятно, что чем медленнее она будет считывать, тем меньше будет этот шум. И в некоторых случаях, если объект никуда не двигается, и, в принципе, вы никуда не торопитесь, вам не нужно, там, не знаю, 100 кадров в секунду, может быть, будет иметь смысл скорость считывания камеры уменьшить при той же выдержке, при том же самом повреждении объекта, при той же самой стадии накопления, для того, чтобы при считывании этот шум был меньше. Я надеюсь, мне удалось вас убедить, что соотношение сигнал-шум для микроскопии для нас очень важно, особенно, когда мы будем говорить в дальнейшем о обработке изображения. Мы с вами рассмотрели несколько вариантов источников шума и поговорили о том, как с этим можно бороться. Давайте просуммируем это на следующем слайде. Значит, про электронный шум все более-менее понятно, можем считывать медленно. Тепловой шум, большинство камер у нас с вами охлаждаемые. Ну, соответственно, так как к инфракрасному свету у нас камера чувствительная, наверное, нам имеет смысл еще инфракрасный светофильтр использовать. На большинстве камер он стоит по умолчанию. Потому что, если мы, например, с вами снимаем проходящий свет, у нас лампа, она будет в том числе инфракрасный свет давать, и мы с вами сможем за счет наличия такого фильтра это инфракрасный свет убрать. Объективы, естественно, инфракрасный свет не скорректированы, поэтому вот эта засветка будет ухудшать качество изображения. Про ближний или фотонный шум мы с вами поговорили, поэтому здесь даже не упоминается. Блуминг, если у нас слишком яркая какая-то точка растекания заряда на соседние точки. И еще одна неприятная вещь, но она очень так редкая. Если вы будете с большой выдержкой снимать что-то на камеру, время от времени у вас какие-то точки вдруг будут становиться яркими. То есть, скажем, там сделали выдержку 10 минут, снимаете Луну на небе, и в темном месте на первой картинке у вас одна точка яркая. Снимаете следующую картинку, какая-то другая точка вдруг ни с того ни с сего яркая. Дело в том, что такая камера любое ионизирующее излучение будет, видите, снимать. И, конечно же, у нас все-таки есть, во-первых, фоновая радиоактивность, что, конечно, не очень много, а во-вторых, есть фоновая радиоактивность за счет называемых космических лучей, и вполне возможно, что при большой выдержке на какую-то точку может попасть вот такая вастрогранитическая частица, и, соответственно, она зарегистрирует это за счет образования большого количества электронов. Поэтому, если вдруг у вас при большой выдержке на камере какая-то точка становится яркой, ну, вполне возможно, это вот такой артефакт. Предположим, что мы хотим увеличить еще больше соотношение сигнал-шум. Да, мы говорили, что квантовая эффективность у нас у камер, в принципе, и так-то неплохая. Но мы, например, хотим, чтобы каждый фотон у нас давал у камеры не один, скажем, электрон, а сотню электронов, чтобы по сравнению с шумом уж этот зарегистрированный фотон уж точно был виден. Есть несколько подходов. Старый подход – это перед камерой поставить, условно говоря, прибор ночного видения. И тогда получится, что камера будет регистрировать на каждый фотон, попавший на этот прибор ночного видения, там сотню тысячу фотонов. Понятно, что проблема сигнал-шум у нас здесь с вами решается. Попробуем это все теперь с вами описать. Значит, у нас есть некая камера, и по времени для какой-то одной точки у нее есть некий шум. Предположим, там порядка десяти электронов в секунду. Если она зарегистрировала, скажем, один фотон, то это на один фотон, пускай у нас будет один электрон, сюда добавился. Понятно, что мы его на фоне этого шума никак не различим. Если 10, то соотношение сигнал-шум у нас один к одному тоже плохо. Если 100, то соотношение сигнал-шум 10 к одному, и мы это уже с вами видим, как то, что попало на эту точку камеры какое-то количество фотонов. Если мы перед камерой сможем поставить такой вот приборчик ночного видения, то на каждый фотон, который сюда попал после внутреннего преобразования у нас там, не знаю, тысячи, например, фотонов получится. И мы сможем это камерой увидеть. Нам это понадобится еще в электронной микроскопии один раз, но у нас есть возможность создать вещество, которое при разнице определенного потенциала в случае попадания на него фотона будет генерировать электрон. То есть у нас есть фотокатод, который при попадании на него одного какого-то фотона выдаст нам, скажем, один или несколько электронов. Теперь, если у нас здесь где-то будет положительно заряженный какой-то электрод, понятно, что электроны, так они отрицательно заряженные, будут к этому электроду двигаться просто по градиенту электрического поля. И представьте, что у нас вот этот вот электрод немножечко хитрый. У него сделаны тонкие-тонкие капилляры, проводящие. И в нем есть градиент. Здесь больше положительного, здесь меньше положительного. Понятно, что электрон, попав в такой канал, скорее всего, ударится об стенку. Просто за счет того, что он отрицательно заряжен, стенка положительно заряжена. При определенных условиях можно сделать так, чтобы электрон, упав на такую стенку, выбил из него еще несколько электронов. То есть произошло такое умножение электронов. Скажем, упал один, вылетело три. Эти три опять ударились об стенку, с каждого из них еще три стало. И в итоге произошло умножение. У нас из электрона одного, это генерация вторичных электронов, секондра электронов, они нам понадобятся в сканирующей микроскопии. У нас теперь из этого канала улетел один электрод. Улетело там, не знаю, тысячи. И они могут теперь ускоряться в сторону еще более положительно заряженного стеклянной пластинки, покрытой так называемым фосфором, либо веществом с высокой катодой люминесценции. Что это за вещество? При падании, при ударе об него электрона, оно дает достаточно много фотонов. Причем, опять же, здесь происходит усиление. На каждый электрон там может быть, не знаю, десяток, два десятка фотонов. В итоге у нас один фотон попал, много-много фотонов вылетело. И если это все будет сделано на небольшом расстоянии, очень ровно, мы получим прибор ночного видения, который на каждый фотон нам теперь даст много фотонов. И мы это сможем видеть на вот этой вот камере. Кстати, обратите внимание на ошибку художника. Прибор ночного видения и фотокатод дают излучение в каком-то совершенно одной части спектра. Например, стандартный фосфор дает излучение в зеленой части спектра. А если кто внимательный, и обратите внимание на то, что нарисовал художник, здесь фильтр Байера стоит. И понятно, что в данном случае только для зеленого цвета, хотя этих точек и две, будет собрана информация. А для красного и для синего эта информация потеряется. Поэтому, конечно, здесь черно-белая камера должна была быть. Но понятны и проблемы такого прибора. Время от времени будут случайно электроны генерироваться. И, в принципе, за счет этого будет некий шум. Что не очень хорошо. Есть второй способ, как можно, опять же, соотношение сигнал-шум у нас так вот значительно увеличить. Это использование так называемых матриц ПЗС с электронным умножением. Что она из себя представляет? Обычная ПЗС-матрица. В ней также электроны переносятся. И, в принципе, на самом деле проблема возникновения шума у нас вот в этой части. Та, которая будет усиливать один, скажем, пришедший электрон в, не знаю, там, 10 в пятой степени раз. И вот этот усилитель обычно имеет собственный шум. Положим, что собственный шум у него, скажем, там, не знаю, 2 или 3 на 10 во второй степени. И понятно, пока столько электронов у нас не придет ему на вход, у нас соотношение сигнал-шум будет вообще плохим. Если точно такое же количество, то соотношение будет один к одному. И поэтому нам бы желательно, чтобы на вход этого усилителя пришло много электронов. И мы это можем делать либо за счет того, что у нас на матрице много света попадает при помощи электронного усиления, либо есть еще один подход. Прежде чем подавать это на усилитель, мы будем электроны переносить, опять же, из ячейку в ячейку. Но переносить таким образом, чтобы у нас был шанс, скажем, 1,100, что при переносе у нас вместо одного электрона станет 2 электрона. Если у нас таких ячеек много, не знаю, там, например, 1000, то в среднем у нас будет усиление 1 к 10. Если 10 тысяч, понятно, 1 к 100. И несмотря на то, что этот эффект достаточно редкий, мы говорим, что только в одном из 100 случаев переноса у нас перенесется 2 электронного вместо одного, тем не менее, если таких ячеек будет много, у нас будет происходить достаточно гарантированное усиление сигнала. И так как на вход этого усилителя придет уже много электронов, то соотношение сигнал-шума у нас уже будет какое-то более хорошее, а не один к одному. И это матрицы с электронным усилением. В ресурсном центре у нас стоит микроскоп конфокальный с диском Нипкова от фирмы Цейс, в котором стоят две таких камеры с такими матрицами, которые позволяют вот это усиление сделать. Теперь давайте просуммируем. У нас есть целый ряд параметров камеры, которые нам нужно учитывать при использовании их на микроскопе. И, конечно, первый параметр – квантовая эффективность. Тут никуда не денешься. Спектральная чувствительность, количество точек. Ну, практически все параметры себя более-менее хорошо объясняют. И в виде домашнего задания можно это оставить, чтобы под каждый параметр вы могли сказать, какой положительный или отрицательный момент он себе несет. У нас еще параметры, которые мы можем сами с вами регулировать. И регулировать мы с вами можем время, которое мы собираем сигнал экспозиции. Можем регулировать яркость препарата, например, возбуждающий свет. Можем регулировать усиление камеры. Можем брать не всю часть камеры, а какую-то часть, только регионы интереса. И можем объединять ячейки биннинг. На самом деле, если мы говорим с вами еще о EMCCD камерах, вот этих вот с электронным усилением, у нас еще есть это электронное усиление. И смотрите, многие из этих параметров будут влиять на то же самое. Экспозицию увеличиваем, яркость препарата растет. Яркость препарата растет, яркость препарата и на изображение растет. Усиление увеличиваем, яркость препарата растет. Биннинг увеличиваем, яркость препарата растет. Электронное усиление увеличиваем, яркость препарата растет. Вопрос, когда, какой из этих параметров нам нужно будет использовать? И давайте попробуем на этот вопрос ответить следующим образом. Возьмем просто несколько типов препаратов и посмотрим, какие параметры нам лучше всего было бы в данном случае использовать. Препарат первый. У нас некий гистологический препарат, который не выгорает, спокойно себе флюоресцирует под нашим микроскопом. И с чего мы с вами начнем, если у нас яркость этого препарата недостаточная? Какой из этих параметров будем регулировать первым? Смотрите, мы можем первым здесь увеличить либо яркость препарата, мы с вами сразу сказали, что он у нас фиксирован, он никуда не убежит. Он у нас не выгорает, будем считать, и поэтому можем либо возбуждающий свет сделать ярче, либо экспозицию камеры, но экспозицию уж слишком длинную делать не очень хорошо. Почему? Мы накапливать будем и сигнал, и шум, правильно, на препарате? Если экспозиция будет очень длинная, попробуйте на свой фотоаппарат или телефон ночью снять звездное небо с большой выдержкой. Видите, сколько шума появится. Если бы небо было ярче, такой проблемы бы не было, правильно? Поэтому первое, если у нас препарат никуда не бежит, если он не выгорает, то, конечно, яркость препарата можно само по себе увеличить. Возбуждающий свет, например. Дальше экспозицию. А вот дальше вопрос, если нам и того, и того уже не хватает, что мы можем с вами делать? Если мы будем с вами увеличивать просто усиление на нашем микроскопе, то давайте вернемся к картинке вот этой. Посмотрите, если у нас обычная камера и усилитель стоит сразу же после вот этой вот точки, то усиление камеры это то, во сколько раз вот этот усилитель будет увеличивать наш сигнал. Скажем, на вход ему подается один электрон, на выходе 100 электронов. Это усиление в 100 раз. Если, скажем, на вход один, на выходе 1000, усиление в 1000 раз. Ну, а теперь вопрос. Учитывая, что у самого этого усилителя есть некоторый шум, и, скажем, этот шум, это добавление к вот этому вот входу еще, скажем, там, не знаю, двух электронов в секунду, к примеру, то сможем ли мы тогда с вами, увеличив усиление теперь, здесь те же самые две электроны в секунду, увеличить качество нашего изображения. Или мы с вами будем одновременно усиливать и изображение, и шум. Действительно, мы будем с вами и сигнал, и шумы навременно увеличивать. На самом деле, при увеличении усиления и, собственно, и шум усилителя растет, то есть мы еще шума чуть-чуть больше добавим. Ну, и теперь, возвращаясь к нашей вот этой картинке, понятно, что теперь, в принципе, когда мы уже смогли всеми другими способами яркость увеличить, яркость препарата, экспозиции, в принципе, можно уже трогать при необходимости усиления. Но при этом понимать, что шум у нас на картинке сильно уже не уменьшится. Он будет, скорее всего, даже расти при использовании усиления у камеры. Ну, что мы еще можем сделать? А что, если у нас разрешение камеры вполне достаточное? Можем мы использовать биннинг, объединить несколько точек вместе, и за счет этого у нас сигнал шума, опять же, улучшится. Ну, потеряется разрешение камеры, но, может быть, оно нам и не нужно. Ну, и электронное усиление, если будем говорить, оно, это вот эта вот часть, которая до усилителя увеличивает просто количество электронов, в которые он у него проходит. Здесь же будет не один, а, скажем, 10, при том, что у самого усилителя 2. И это уже будет лучше. Хорошо. Это то, что касается препарата, который никуда не собирается убегать, который не выгорает. Берем следующую крайность. У нас некий живой препарат, который двигается, куда-то бежит и, к тому же, еще очень не любит свет. Предположим, у него очень высокая фототоксичность. Как вы думаете тогда, какие параметры мы с вами будем изменять и в какой последовательности? Значит, раз объект живой и света боится, ярче мы его сделать не можем. Больше подадим на него свет, он у нас просто погибнет. Так как он двигается, увеличиваем экспозицию, он просто смажется. И теперь у нас остается очень небольшой выбор. Если у нас есть EMC-CD камера, прекрасно, мы тогда включаем вот это дополнительное усиление, которое не приводит к росту шума. А если ее нет, у нас остается всего лишь два выхода. Усиление, но это и сигнал, и шум одновременно растет, и, опять же, биннинг. Если нам деваться некуда, мы смотрим, можем ли мы пожертвовать с вами, например, разрешением нашего препарата. Если можем пожертвовать с разрешением, объединив четыре точки, мы в четыре раза увеличиваем с вами соотношение сигнал-шума. Уже неплохо. Ну и, на самом деле, еще и скорость увеличиваем, если скорости камеры, например, не хватает. Чувствительность, конечно, при усилении тоже можно увеличить, но мы уже говорили, что усиление – это последнее, за что нужно тогда хвататься. Потому что усиление у нас будет и шум, и сигнал одновременно увеличивать. В общем-то, тут есть о чем поговорить с регионом интереса. В принципе, если вам не хватает именно скорости камеры, а яркости достаточно, действительно, если вы будете снимать теперь не все поле, большое зрение вашего препарата, а участок поменьше, на шум это никаким образом не повлияет, а вот на скорость повлияет. Можете, например, в два раза быстрее собирать данные с этого участка. Так же, кстати, как и биннинг – объединение в два раза, соответственно, в два раза вам и скорость даст. Ну, давайте попробуем еще какой-то вариант сделать препарата, который обсудить. Предположим, у нас препарат с вами живой. Свет не очень любит, но никуда не двигается. Какая-нибудь клетка уже развившаяся. Как мы тогда будем с вами работать с недостатком яркости с этого препарата? Света боится, но бежать никуда не собирается. Яркость мы не можем с вами увеличивать, потому что он погибнет. Экспозицию – да, мы можем просто дольше. Вполне возможно, при такой яркости он может какое-то время просуществовать, его может быть хватит, чтобы при большей экспозиции снять. Потом у нас с вами остается точно так же усиление. Деваться некуда, если уже, в принципе, яркости никак-никак не хватает, то мы либо биннинг делаем, объединяем точки, либо усиление. Ну, шума становится больше, никуда не денешься. Значит, задачки такого плана в вопросах точно будет. Будет дан тип препарата, будут даны параметры, и их нужно будет просто расставить в последовательности 1, 2, 3, 4 и так далее. Как бы вы действовали, с чего бы вы начали при съемке увеличение. Понятно, что если ничего из этого не действует, да, ни усиление, ни регион, ни биннинг, то яркость препарата тогда уже придется как-то увеличивать, ну, понимая, что клетки, скорее всего, долго жить не будут. Так что тогда этот пункт, например, расстоять в последнем. То, что касается теперь использования самих камер, ну, и если все-таки говорить о работе с камерами, дело в том, что увеличение нашего микроскопа, который мы получаем на камеру, оно все-таки не абсолютно точно может быть посчитано. Как вы помните, увеличение зависит еще от расстояния, кроме самой линзы, от расстояния ее до объекта и расстояния до экрана. Поэтому нам нужно наше изображение откалибровать. Мы получаем с вами некие точки, но нам нужно знать, чему эта точка в реальном мире равна, сколько микрометров у этой точки по одной и по другой оси. Чтобы это сделать, к любому уважающему себя микроскопу и камере идет так называемая микролинейка. Это стеклышко, на котором есть очень маленькая линеечка с, скажем, шагом в 5 или 10 микрон. Такие риски нанесены. Вы кладете эту линейку под микроскоп и ее фотографируете. Теперь вы знаете, что вот эти вот риски, между ними цена отделения нарисована. Вы можете посчитать, сколько точек между этими рисками у вас уменьшается. Раз, два, три, четыре точки. Эту точку, понятно, не захватываем, поскольку захватили и здесь. И мы теперь знаем, что у нас на 10 микрон 4 точки. Можем пересчитать, что одна точка – это у нас 2,5 микрона. Конечно, пересчитывать это вручную все достаточно сложно, поэтому я призываю к использованию вот такой бесплатной программки. ImageJ, но, опять же, при желании лучше использовать уже готовую сборку из ImageJ с многими-многими дополнениями. Она называется Fidja, тоже свободно доступная, тоже бесплатная. И все действия, которые здесь будут показаны, в обоих программах абсолютно идентичны. Вы сняли картинку, вы увеличили ее, вы отметили, здесь просто провели линию между вашими мерными рисками и в меню «Анализ SetScale» открыли диалоговое окно. Она сразу же заполнила у вас дистанцию в точках. Вы можете заполнить известную дистанцию, сколько у вас это все будет в каких-то единицах. Написайте эти единицы, например, микроны. Ну и если вы при том же самом объективе, той же самой камере, тем же самым биннинге камеры собираетесь снимать многократно, можете поставить галочку «Global», которая будет все открытые дальше изображения открывать с такой же калибровкой. То есть вам не придется каждое изображение теперь калибровать. Еще один параметр, который сейчас вам, скорее всего, уже не пригодится, это соотношение сторон. У большинства камер сейчас соотношение сторон один к одному. То есть это квадратик. У некоторых камер специализированных, которые, например, созданы для того, чтобы снимать очень быстрые движущиеся объекты, либо для камер с высокочувствительностью, может оказаться, что точка у нее не квадратная, а прямоугольная, вытянутая либо здесь, либо здесь. И соотношение сторон – это всего лишь вам необходимо поделить x на y. Здесь будет 2, здесь будет 0,5. И поставить сюда. Как можно проверить это в микроскопе? Крамугольная у вас точка или квадратная? Ту же самую микролинейку просто повернуть на 90 градусов и еще раз снять. Если количество точек для этой микролинейки между ее рисками и по x, и, если здесь снимете, по y, будет одинаково, те же самые 4 точки, то соотношение сторон у вас один к одному, и здесь нужно будет поставить единичку. После того, как вы откалибровали изображение, вы теперь можете уже на полученном изображении производить ручные измерения. Здесь есть возможность обводить регионы интереса, который вы дальше будете использовать. Либо это могут быть круги, прямоугольники, все, что хотите. Наиболее важно – это сегментированная линия и свободная линия. Обвели какой-то объект, который вас интересует. И дальше вы можете в меню «Анализ» и «Межа» измерить. Получить теперь измерение. Причем измерений может быть много. Вы можете померить площадь, вы можете для яркости померить стандартное отклонение минимальную и максимальную, вы можете округлость померить, среднее и моду яркости, периметр и дальше много-много параметров. Если это будет интересно, обращайтесь отдельно к курсу. Но тем не менее, вы теперь можете точно так же выделить следующий объект, тоже использовать «Межа», и у вас следующая строчка в табличке появится. Следующая, следующая. То есть, как видите, вы теперь можете производить ручные измерения, и они уже будут, так как у вас «Х», «У» откалиброваны не в неких условных точках, а в квадратных микронах, нанометрах, сантиметрах, в чем вы откалибровали вашу программу. Вы можете теперь эту табличку выгрузить, например, в Excel и проводить какую-то статистическую обработку. Но в некоторых случаях изображение, которое мы сняли, требует корректировки. Яркости, контрастности, например, или гаммы. Как мы уже говорили, мы теперь не имеем права с изображением обходиться вольно. У нас есть определенные вещи, которые мы на этом изображении делать не имеем права. Мы не имеем права терять информацию. И вот эти простые действия, такие как, например, изменение яркости, можно представить себе как некую, хотите, график, гистограмму, где по одной оси у нас будет исходная яркость нашего объекта, в другой полученная после нашей обработки. И понятно, если мы никоим образом наше изображение не обрабатывали, то это будет линия под 45 градусов, начинающаяся в начале координат. Что у нас было на исходной, то и на полученной. Теперь, например, мы с вами изменили яркость изображения. Мы хотим сделать, чтобы изображение было ярче. Мы, получается, просто сместили сначала координаты этой линии, либо сюда, либо сюда вот в отрицательное значение. Что это означает? Это означает, что мы теперь с вами все яркости, которые больше какой-то определенной, приравняли к максимально возможной, 255. Потеряли информацию. Либо все, которые темнее определенной, да, вот мы их сделали равным, в принципе, нулю. При этом, возможно, вот такая вот потеря информации. То есть мы тогда потеряли все, что есть у нас в темных или в светлых участках. Следующий вариант – это изменение контрастности. Когда мы хотим сделать так, чтобы у нас объекты были лучше видны в, скажем, светлых или темных участках изображения. То есть изображение у нас будет более или менее контрастное. Это наклон с этой кривой, если мы, опять же, исходную яркость и полученную будем отмечать. Но здесь тоже, возможно, потеря информации. Если мы контрастность будем сильно увеличивать, то, как видите, вот эта часть у нас будет приравнена к максимально яркой. Все потеряли. А в случае, если мы будем уменьшать контрастность, здесь все не так очевидно. Да, казалось бы, мы данные не потеряли. Из исходной яркости у нас все на полученную смогло вместиться. Но есть одна неприятность. Мы это считаем все в целых числах. То есть значение для 8-битного, например, от 0 до 255. 256 значений. И теперь смотрите. Если мы работаем в целых числах, что такое уменьшение и увеличение контрастности? Это деление на какое-то, или умножение на какое-то значение. И предположим, у нас исходная яркость 10. И мы ее теперь, скажем, поделили на 3. Так как у нас должно быть целые числа, то мы не можем записать 3.33 в периоде. Мы должны записать просто 3. А теперь, представьте, мы хотим вернуть изображение к исходному состоянию. И мы 3 умножим на 3, а получим теперь вместо 10 9. Видно, что у нас произошла потеря информации. Исходное значение у нас было 10. После наших преобразований мы получили 9. Выходов отсюда может быть несколько. Ну, выход первый. После того, как картинку сняли, перевести ее, например, в 16-битный режим. И у вас тогда будут значения не от 0 до 255, а от 0 до 65 65535. 65 535 значений. Ну, соответственно, если 0 берем, то 65536 значений. Но, опять же, все-таки какая-то небольшая потеря будет. Ну, а если мы хотим, чтобы потеря была минимальной, можем перевести наше изображение в так называемый формат с плавающей точкой. Помимо изменения контрастности, есть еще несколько способов обработки изображения, которые нам могут потребоваться. В некоторых случаях изменения контрастности нам недостаточно, и хочется сделать одинаково хорошо видимыми детали, которые находятся и в светлых, и в темных частях изображения. Предположим, что изображение у нас достаточно темное, и нас интересуют детали именно в темных участках. А в светлых участках некоторое количество деталей нам хочется показать, но только для ориентирования на препарате. Там можно использовать функцию гаммы с значением 0,5. И, посмотрите, у нас наиболее темное значение исходной яркости проецируется на очень большое количество теперь полученной. А оставшаяся часть значений исходной яркости инфицируется на небольшое количество полученных в яркой части. То есть, таким образом мы можем сделать более контрастными, лучше видимыми участки, относящиеся к темным частям. То же самое можно сделать и для светлых частей изображения. Но что нужно сразу понимать? Это преобразование нелинейное. То есть, мы опять же с вами делим или умножаем. Возможно, потеря информации. И второе. Мы не можем потом такое изображение обрабатывать какими-то численными методами. Потому что каждая точка у нас будет теперь не просто яркость препарата, а яркость препарата, домноженная на какой-то коэффициент, зависит ее исходная яркость. И вот такие нелинейные изменения. Изображение необходимо обязательно сообщать в подписях к рисунку. То есть, если вы рисунок в статью вставляете с каким-то нелинейным преобразованием, например, в данном случае изменили гамму изображения, это должно быть описано. Какие же могут быть допустимые изменения? В этой программе, если будете пользоваться изменением яркости и контрастности, кроме ползунков, которые позволят их менять, у вас всегда будет представлена еще и гистограмма яркости. Что такое гистограмма яркости? Количество точек и яркость точек. То есть, можем сказать, что, например, точек с яркостью порядка 255 у нас здесь нет. Так же, как и точек с яркостью 0. То есть, вот наше значение начинается вот с этих примерно значений. В принципе, мы имеем право теперь приравнять 0 самую темную точку, приравнять к 255 самую яркую, и за счет этого увеличить контрастность. То есть, теперь мы просто как бы растянули эти значения так, чтобы они занимали все доступные для данных восьмибитных изображений, 256 значений. В данном случае это вполне возможно. С другой стороны, давайте подумаем, как нам лучше снимать на камере, и почему, в принципе, вот такое изображение, оно очень хорошее. Дело в том, что есть несколько сложностей при дальнейшей обработке изображения. Как бы мы хорошо с вами не настроили микроскоп по Келлеру, в любом случае у нас края изображения будут чуть-чуть более темными, чем центр. Это явление, называющееся винетированием, оно всегда присутствует в оптической системе, хотя бы потому, что чем под большим углом падает луч, тем большая часть его будет отражаться. И, естественно, лучи, которые будут формировать нам не центральную часть изображения, а какие-то краевые, будут чуть-чуть хуже передаваться уже до экрана и будут более темными. Бороться с этим можно последующей обработкой нашего изображения. Но чтобы такая обработка была правильная, нам важно знать, что мы не потеряли ничего из наших данных в самых темных, в самых светлых участках изображения. Поэтому есть такое правило, что хорошо снятое изображение, это изображение, которое сильно растянуто практически на весь динамический диапазон, но имеет очень малое количество или вообще не имеет точек в абсолютно черных и абсолютно максимально ярких. Почему у нас здесь нет абсолютно темных точек? На самом деле камера сама по себе имеет некий шум, да, и в принципе при правильно настроенной камере вряд ли вы получите такие точки с значением близких к нулю, если у вас действительно нет уж совсем каких-то черных частей препарата. В то же самое время вы делаете так, чтобы фон не был более ярким, чем камера может его снять. То есть значение фона не 255, а, например, 240, 250. И таким образом, если у вас какая-то часть изображения будет чуть более яркой, чем фон, такое, в принципе, тоже возможно, она не потеряется, то есть эти данные не будут потеряны. Потом вы, в принципе, можете, если захотите, контрастность вернуть таким способом. Более того, если вы теперь изображение будете печатать, если это будет не в цифровом виде, как сейчас в большинстве журналов принимается, а распечатка на постер, например, или распечатка в статьи в бумажном варианте журнала, дело в том, что в таких случаях наиболее яркие, наиболее темные цвета не передаются. То есть у вас окажется, что все значения где-то в 10% самых темных участков будут приравнены нулю, в 10% самых ярких максимально к 255, и только вот этот участок у вас будет доступен для какой-то информативной части вашего препарата. Поэтому, если будете отдавать черно-белый препарат, черно-белую фотографию в печать, проверьте, чтобы не было важных деталей в 10% самого темного и самого яркого на вашем изображении. Ну, а раз мы поговорили, что нам нужна обработка изображения, чтобы фон был ровный, давайте посмотрим, как мы можем с вами это сделать. И прежде всего, если мы говорим о выделении вот такого фона и возможности убрать до повторяющуюся неравномерность фоновой засветки, нам нужно посмотреть, из чего состоит наш кадр, снятый на нашем микроскопе. Понятно, что у нас есть изображение нашего объекта на этом кадре, несомненно. У нас также есть неравномерное освещение, вот это вот самое винетирование, и есть некий шум камеры, причем шум у нас, как мы уже говорили, состоит из двух частей. Это шум вероятностный, ближний, фотонный, тепловой и так далее. И шум, который имеет постоянную природу, то есть, например, неравномерность определенных точек камеры. Какие-то точки будут яркие, или чуть более темные. Поэтому, в принципе, вот такой сырой кадр у нас содержит в себе все. И нам бы хотелось оставить изображение объекта, при этом убрать неравномерность фона и постоянный шум. Что мы можем сделать? А что, если мы перейдем теперь на кусочек препарата, где самого препарата нет? То есть, у нас будет то же самое предметное покровное стекло, у нас будет та же самая среда, в которой мы препарат заключали, но самого препарата не будет. И снимем такой кадр, так называемое пустое поле. У нас не будет с вами изображения препарата, но у нас с вами останется неравномерность освещения и шум. То есть, в принципе, мы можем уже теперь эти два изображения совместить таким образом, чтобы убрать то, что на них не менялось. Неравномерность освещения, сделать их ровными. Но остался еще повторяющийся шум, с которым тоже мы можем с вами бороться. Каким образом? А что, если мы теперь полностью закроем нашу камеру, не будет на нее никакого света попадать, и мы с вами снимем такой кадр? Причем даже не один, а много-много-много таких кадров с вами отснимем. И их пытаемся взять среднее значение. Если у нас много кадров снято, и мы взяли среднее значение, то случайно шум у нас на них нивелируется. Понятно, что на одном кадре он будет, в этой точке на другом не будет. Таким образом, мы получим изображение, на котором остался только повторяющийся шум, а это как раз неравномерность точек камеры. И, в принципе, мы теперь получаем в этом изображении шум, но именно повторяющийся. И, в принципе, что мы можем теперь сделать? Мы можем взять наш сырой кадр, вычесть из него темный кадр, вот эти повторяющиеся неравномерности камеры. У нас с вами получится теперь кадр, в котором есть изображение объекта и неравномерное освещение. Теперь берем пустое поле, из него вычитаем темный кадр. В пустом поле у нас было и изображение без препарата, то есть неравномерность освещения, и шум, как вероятностный, так и повторяющийся. Мы из него вычитаем повторяющийся шум, остается у нас только неравномерность освещения. Теперь мы с вами делим сырой кадр на пустое поле. При таком делении у нас с вами получается, что если у нас препарата нету, и в обоих случаях у нас фон, мы получаем значение, равное единице. Если у нас есть препарат, мы получаем значение меньше единицы, потому что препарат часть света будет поглощать. И в итоге у нас теперь все наше изображение отнормировано. Самая яркая точка, там где у нас только был фон, как бы фон не менялся, будет равно единице. Все точки препарата у нас будут иметь значение меньше единицы, ну скажем так, от единицы до пустота. Получается, что мы с вами теперь убрали погрешность освещения, но все значения нашего препарата это 0 и 1, что не очень хорошо. Поэтому нужно домножить теперь на среднюю яркость исходного препарата. Предположим, она у нас была 240, например. И теперь у нас все значения будут лежать в пределах от 240, это как раз там, где препарата нет, фон яркий, и до 0, там где у нас препарат максимально свет ослабляет. Давайте посмотрим на эту же формулу. Теперь в таком визуальном режиме у нас есть исходное изображение. Как видите, здесь края изображения такие темненькие, не очень хорошие. Мы с вами передвинули теперь наше изображение так, чтобы снять его чуть-чуть получше без препарата. Видите, препарата нет, но все неровности освещения у нас остались. У нас есть теперь изображение с несколькими более светлыми точками темного кадра. И, естественно, эти точки мы теперь можем из исходного изображения вычесть. И домножить на среднюю яркость исходного аппарата. Что было? Края, как видите, более темные, неравномерные. Что стало? Значение яркости вот этих краев у нас теперь одинаково и равно максимальному, например, 250, 240, например, 5 было, к примеру. Мы с вами выровняли изображение. Для чего нам, в принципе, такое выравнивание нужно? Дело в том, что теперь мы можем при необходимости использовать с вами автоматическую сегментацию. То есть мы можем компьютер попросить распознать, где на нашем изображении фон, где на нашем изображении объекты. Но если компьютер их может распознать и выделить, дальше мы их можем померить уже не вручную, а автоматически. Если у вас там сотни и тысячи клеток, конечно же, автоматический подсчет вам будет гораздо более удобен. Более подробно это в отдельном курсе, но в двух словах мы можем теперь сказать, что, например, все значения яркости больше определенного значения это объект. Или, наоборот, меньше определенного значения это объект. Все, что больше, это, например, фон. И таким образом мы можем с вами взять исходное изображение, отсегментировать его на объект и фон. Объект теперь у нас имеет яркость маленькую, скажем, 0, фон, скажем, большую единицу. И компьютер теперь знает, что если значение яркости у нас осталось единицы, это объект, если 0, это фон. Компьютер может выделить эти объекты. Более того, можем сказать, что мы хотим, например, только объекты более-менее округлые, там, где мы точно знаем, что это клетки, ну и размеров, которые мы примерно знаем для этих клеток должны быть. Поэтому, как видите, на уже сегментированном изображении у нас некоторые объекты, которые не слишком округлые, слишком большого размера, можно сделать отсутствующими. Мы оставили только определенные классы, которые подходят под наши объекты. И мы теперь можем посчитать, сделать из этого какую-то статистику, сохранить себе табличку. Говоря о яркости изображения, здесь нужно сделать тоже несколько замечаний. В некоторых случаях мы работаем с изображениями, яркость которых меняется очень слабо. И нас могут интересовать именно эти слабые изменения яркости. Как вот на этом препарате. Видите, есть зоны чуть более яркие, чуть более светлые, но это плохо видно. И в случае, если нас интересует именно яркость препарата, мы можем с вами работать несколькими способами. Первый способ, который мы с вами можем использовать, мы можем построить просто график яркости. То есть взять вот такую часть препарата и сказать, чтобы было взято среднее значение яркости по столбцам этого препарата. И построен график. Как видите, на графике теперь, более того, график от калиброн, поэтому в микрометрах, очень хорошо видны зоны, где у нас чуть более темный препарат, чуть более светлый. Мы теперь можем померить расстояние между максимумом этих зон, можем померить, как сделать какое-то среднее, чтобы посмотреть, как их размеры можно было посчитать. То есть относиться к изображению, которое мы получаем с микроскопа, как к набору данных, а не картинки. Что еще можно сделать? Можно наш препарат немножечко окрасить. Как вы помните, так как у нас глаз способен для одного и того же цвета распознать небольшое количество всего лишь яркостей, мы можем просто добавить цвет. И картинка станет чуть более легкой для восприятия. Ну и последнее, мы теперь можем каждому значению яркости, от белого до черного, присвоить свой цвет. Например, у нас черный так остается черным, белый становится серым, а здесь для этого градиента, для каждого значения мы даем какой-то свой цвет. И как видите, теперь за счет того, что мы добавили на эту картинку цвет в виде яркости, мы эти зоны теперь очень хорошо видим. Это так называемое использование псевдоцветов, которые нам тоже с вами понадобятся. Еще один вариант обработки, который нам тоже будет необходим, это так называемая нерезкая маска. Конечно же, после такой обработки мы не будем иметь возможность посчитать количество наше изображение. Это только для демонстрации на проекторе, на распечатке на постер и для каких-то демонстрационных целей. Наверняка задавались вопросом, если видели старые фотографии, почему они такие четкие. В том, что тогда, в принципе, это был чисто химический процесс, это было достаточно сложно делать, но вот иногда получаются фотографии очень такие, прям как будто под руки нарисованы. Дело в том, что случайно в свое время было обнаружено, то если на фотобумагу спроецировать как оригинальное изображение, так и размытое инвертированное изображение того же самого объекта, у вас сильно увеличится контрастность этого изображения, мнимое, то есть то, что мы будем вспоминать на глаз. Давайте посмотрим. У нас есть оригинальное изображение, где для какого-то вот такого участка контрастность, видите, меняется не сильно. И глаз, конечно, такой небольшой перепад, предположим, это 2% всего лишь перепада, плохо увидит. Помните, для того, чтобы мы хорошо видели объект, при хорошем освещении нам нужно 3% где-то контрастности или даже больше. Теперь мы берем это же изображение, но размытое и инвертированное. Вот как будет меняться тогда яркость его. И складываем эти два значения или умножаем их. Теперь у нас получается, что у нас прежде чем начать расти, яркость резко падает, потом растет, чуть-чуть больше растет и падает. И разница контрастности между этими двумя точками уже может быть больше, например, 5%. И обратите внимание на этот рисунок. Мелкие детали здесь видны достаточно плохо, здесь они стали видны достаточно хорошо. Но понятно, что такое преобразование, оно является нелинейным, и, конечно, считать вот эту картинку красивую мы уже не имеем права. И если мы вдруг будем публиковать такую картинку, мы должны указать, что мы использовали нерезкую маску. Кроме использования вот такой обработки изображения, мы с вами можем использовать еще один интересный подход, он больше для справки, для того, чтобы можно было просто знать о нем, это частотный фильтр. Дело в том, что любое наше изображение можно представить не только как точки определенной яркости, но и как то, из каких частот это изображение могло бы состоять. Ну, предположим, что вы знаете какой-то музыкальный инструмент, предположим, у нас там нота средней октавы, 440 Гц, к примеру, мы можем либо, если захотим, функцию нарисовать, говорящую о изменении давления от звуковой волны вот таким образом, и действительно это у нас будет синусоид, действительно это будет 440 Гц, к примеру, какой-то определенной амплитуды, либо мы можем, если захотим передать информацию кому-то другому об этом сигнале, не рисовать бесконечно длинную синусоиду, а писать ее следующим образом. Частота равна 440 Гц, амплитуда равна, ну, сколько-то там пускай будет, хотите в миллибарах, хотите в децибелах, хотите в чем, сколько-то там пускай в децибел, к примеру, и нам еще нужно одну вещь написать, откуда эта волна начинается, ее фаза, ну, и фаза, например, равна нулю, вначале начинается. Теперь, давайте усложним задачу, предположим, мы хотим сразу же две ноты сыграть, а октава первая, а следующая октава более высокая, тогда, в принципе, если мы будем описывать эту функцию, нам придется нарисовать какую-то вот такую картинку, потому что это вот это синусоида, плюс синусоида с два раза большей частотой. Ну, и сумма, это вот такая уже более сложная волна. Опять же, мы можем ее рисовать, чтобы долго, а можем сказать, что случившаяся у нас в данном случае картинка это две синусоида с частотой 440 и 880 Гц, с амплитудой, пускай будет у первой амплитуда побольше, скажем, там, не знаю, 10 неких условных единиц, у второй, скажем, там 8 условных единиц, и предположим, что фаза у них одинаковая, у первой 0 и у второй 0. Согласитесь, мы можем представить такую длинную картинку, набор всего лишь из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 цифр позволит нам эту функцию воссоздать. В принципе, мы теперь можем для каждого направления нашей картинки, скажем, вот по этому направлению, взять просто последовательность цифр и тоже сказать, а вот такую последовательность цифр, какими частотами можем воспроизвести, сколько нам нужно синусоид, добавить какой частоты, какой фазы и какой амплитуды, чтобы такая картинка получилась. И тогда точно так же мы можем теперь нарисовать их в так называемом К-пространстве Фурия, где у нас будут низкие частоты в центре, чем дальше к краю, тем более высокие частоты, яркость точки будет равняться амплитуде нашей, но еще нам нужно в виде мнимого числа представить каким-то образом фазу. Соответственно, можно использовать опять же комплексные числа для этого. И получается, что по этой области вот набор частот, который нам нужно использовать, чтобы построить так. Пойдем в этом направлении посмотреть набор частот. Пойдем в этом направлении посмотреть набор частот, как мы могли бы получить набор яркости точек по этому направлению. Получается, что мы можем наше изображение перевести в набор частот, который необходим, чтобы его опять восстановить. Это так называемое преобразование Фурие. И в данном случае вот этот набор уже частот, но это будет К-пространство Фурии. Теперь мы можем с вами делать очень хитрые и интересные вещи. Например, нас не интересуют вот эти зоны на препарате, которые чуть более яркие и чуть более темные. И мы хотим с вами избавиться от них. Они достаточно большие объекты, протяженные. Понятно, что если мы захотим эти объекты при помощи преобразования Фурии, при помощи набора частот каким-то образом написать, то это будет какая-то такая очень низкочастотная составляющая. и мы можем сказать в нашей программе после преобразования нашего изображения в частотную картинку отрезать все низкие частоты. То есть низкие частоты у нас будут где-то вот здесь ближе к центру, и мы хотим, чтобы они были отрезаны. И сделаем обратное преобразование. Как видите, у нас эти зоны теперь практически не видны. или второе, нас не интересуют вот эти высокочастотные повреждения на препарате, когда его в криостате резали, здесь вот кристальчики были, не интересуют эти кусочки от сосудов. Мы можем точно так же преобразовать его в частотную составляющую и использовать или другой фильтр. Оставить только низкие частоты. Как видите, теперь нам очень хорошо видны вот эти вот области, но практически не видны между ними повреждения нашего препарата. На самом деле об обработке изображений можно говорить очень долго, на это целый отдельный курс есть, но некоторые вещи нам нужно с вами просуммировать. Что нужно из этого изображения было запомнить? Из обработки изображений. Ну, первое. Если мы работаем с камерой, мы можем сохранять наши изображения в разных форматах. И у нас есть форматы изображения, которые сохраняют изображения с потерями. То есть делают так, чтобы на глаз они были очень похожи, но реально информация из изображений теряется. Конечно, в науке мы применять такие изображения не можем, поэтому JPEG, например, старые нам никоим образом не подходят. GIF, который уменьшает количество цветов, тоже не подходит. BNG, ну, опять же, там есть сжатие без потерь, поэтому в принципе может подходить. То есть нам нужен формат изображений, который не теряет информацию. Если мы обрабатываем с вами изображения, хотим делать это количественно, лучше это делать в 16 или 32-битном формате, для того, чтобы потеря была минимальной. Фильтры мы практически не имеем права использовать в нашей научной деятельности, и в принципе, если мы вдруг для какой-то, в каком-то случае их начали использовать, нам обязательно это нужно описывать и объяснять, почему мы это с вами сделали. Всегда лучше просто переделать препарат при возможности или переснять его. Если какую-то обработку изображения делаете, за исключением яркости, контрастности, которые не приводят к потере данных, это всегда нужно указывать в подписи. Если вы вдруг изображение решите даже для демонстрационных целей, для, скажем, демонстрации на проекторе обрабатывать, тогда оставляйте необработанный вариант, потому что при обработке чаще всего какая-то часть изображения будет у вас сильно подпись. Если собираетесь работать с цветными изображениями, например, вы делаете трехканальную флюэссенцию, делаете ее в виде красного, зеленого, синего, то перед печатью проверьте их в палитре ЦМИК, в субстративной палитре, насколько хорошо оно видно оказывается, те детали, которые вы хотите объяснить. Разрешение тут все понятно, должно быть достаточно, но если будете печатать изображение, то 10-15% самого яркого и самого темного при печати будут потеряны, там не должно быть важных деталей. На проекторе, кстати, тоже наиболее яркие наиболее темные цвета очень сильно теряются. И последняя тема, которую нужно с вами рассмотреть, это обработка изображения, которая называется деконволюция, или, если хотите, обратная свертка по-русски. В чем заключается этот метод и зачем нам он в нашем бакалаврском курсе все-таки необходим? Мы с вами уже говорили, что любая точка изображения после работы оптической системы превращается в функцию рассеивания точки. И если мы теперь ее снимем при разном фокусе, например, здесь у нас будет z плюс 4 микрона, здесь будет z минус 4 микрона, здесь будет как раз в фокусе z, скажем, равен нулю. Мы можем посмотреть, как будет меняться эта функция рассеивания точки. в перефокусированном так выглядеть, в недофокусированном будет выглядеть вот так, но а ровно в фокусе вот так. Более того, мы теперь можем снять их для гораздо большего количества положений по z и сложив эти изображения пачечкой другом, посмотрев на них сбоку, с вами можем увидеть, что вот центральная часть в фокусе вот она, а когда расфокусируется изображение, у нас меняется яркость этой точки в пространстве вот таким образом. То есть, по идее, получается, что мы нашу вот эту точку какой-то функции рассеяния точки преобразовали. Если бы у нас была функция обратная функция рассеяния точки, то мы могли бы из исходного изображения вернуться к нашему вот этому прекрасному изображению. И действительно, если у нас всего одна точка на изображении и мы знаем, что она всего лишь одна, мы можем очень точно вернуть эту функцию. Во-первых, мы видим вот такую функцию рассеяния точки, можно сказать, что точка на самом деле вот здесь, в центре этой должна быть функция рассеяния. Если мы еще знаем ее размеры, что она, 20 на метров, то мы ее с вами гораздо сложнее, когда таких точек много. Но в принципе есть алгоритмы, позволяющие вероятностно предсказать, как бы могли быть расположены исходные точки, чтобы получить вот такое изображение после обработки оптической системы микроскопа. Значит, исходное изображение у нас F, G это некая функция преобразования, пускай это будет функция передачи модуляции, или функция рассеяния точки, H полученное изображение. Если у нас теперь есть функция, обратная функция рассеяния точки, то мы можем получить исходное изображение. Ситуация немножко ухудшается тем, что у нас еще присутствует шум на изображении, поэтому в цельно численном виде, к сожалению, решить это уравнение не получится. Но в принципе можно использовать такой подход с некоторыми математическими ухищрениями, чтобы попытаться изображение восстановить. Тут есть сразу же несколько вопросов. Когда мы делаем деконволюцию, что мы на самом деле улучшаем? Разрешение или контрастность? Дело в том, что микроскоп у нас, почему мы о частотных фильтрах на предыдущем слайде говорили, является частотным фильтром. Он у нас за счет апертурной диафрагмы и числовой апертуры отрезает вот таким образом в пространстве фуре набор возможных значений. Как вы помните, здесь у нас ноль герц, самые низкочастотные объекты, здесь у нас, скажем, там, не знаю, пускай будет 1000 линий на миллиметр. И вот этот 1000 линий на миллиметр это граница, которую микроскоп еще позволяет нам увидеть. Как вы помните, мы с вами уже говорили, что в случае, если мы вместим экранчик в зоне геометрического фокуса, мы там увидим фокусы следующих порядков. По сути, это как раз вот такое преобразование, которое делает наш микроскоп математическое без каких-либо дополнительных сложностей. Ну и теперь становится понятно, возвращаясь на этот слайд, если у нас будет, скажем, два объекта очень близко расположенных, меньше, чем разрешение микроскопа, все равно получим вот такую функцию рассеяния точки. И при восстановлении мы не можем сказать два у нас объекта или один объект. но мы можем теперь эти дополнительные максимумы нашего объекта и сверху и снизу перераспределить вот в эту точку. То есть улучшить контрастность нашего изображения, убрать внефокусный свет. Ну и на самом деле в принципе может быть применена деконволюция и для флюисцентных препаратов, что делается в 99% случаях, и в некоторых случаях и для препаратов проходящего света. Давайте посмотрим, как будет работать такая деконволюция на реальном препарате. У нас есть один препарат и мы знаем, что если у нас какая-то точка находится в фокусе, то функция рассеяния точки должна выглядеть вот таким образом. Мы с вами снимаем препарат при необходимом разрешении, так что у нас на вот эту функцию рассеяния точки, на ее центральную часть на диск ири приходится четыре точки на нашей камере, чтобы у нас соблюсти критерий релея. И мы можем при помощи программы посмотреть, где под такую модель, вот под такое распределение у нас распределение яркости точек подходит, а где нет. Исходная картинка максимально сфокусирована, если видите, у нас какие-то объекты находятся очень хорошо в фокусе, какие-то расфокусированы. И картинка, которая у нас с вами получилась после доконволюции. Я думаю, тут абсолютно очевидно, что контрастность такой картинки сильно возросла. Давайте обратим внимание, например, вот на эту часть, где у нас гораздо лучше стали видны ядра. Или вот на эту часть, где у нас гораздо лучше стал наш маленький астроцитик круг сосуда. Или вот здесь, где снатросток астроцита, который у нас идет к сосуду, тоже стал хорошо. То есть доконволюция это такой способ реконструкции небольшой или ретуширования, как хотите, изображения с увеличением контрастности. Более того, доконволюция в принципе может быть количественная. Некоторые алгоритмы восстанавливают и распределяют свет из этой фокусы рассеяния точки таким образом, что мы можем получившееся изображение теперь считать и с ним работать. Ну и последнее, о чем нужно будет еще поговорить, это о том, что в принципе, если мы сделаем доконволюцию на нескольких фокусах нашего изображения, мы получим серию картинок, где у нас наше изображение находится в фокусе. Дальше мы можем использовать трехмерную конструкцию по этой серии и получить либо проекцию нашего изображения, то есть сделать возможность увидеть, как бы это изображение было бы в объеме, но правда на проекции мы ничего не будем посчитать, потому что это только картинка. И мы можем сделать на самом деле даже реконструкцию, то есть создать реальную модель нашего объекта, где мы можем с вами уже считать объем, поверхность, размеры, все, что вы хотите. Итак, мы с вами поговорили о камерах, мы с вами поговорили о проблеме различных параметров съемки, когда использовать увеличение экспозиции, когда использовать биннинг, когда использовать другие параметры. мы очень кратко буквально 8 слайдов посвятили обработке изображения, поговорили о калибровке, поговорили о выравнивании фона, поговорили о некоторых фильтрах частотных, например, поговорили об ошибках, поговорили о параметрах деконволюции и насчет камер, в принципе, мы с вами должны будем завершить эту лекцию. Давайте посмотрим на вопросы, которые могут попасться на зачете. Про камеры. Конечно, будут вопросы про шум, про различные параметры, и когда они применяются, биннинг, регион съемки, экспозиции и так далее. Вопросы на сообразительность, например, если у вас есть черно-белая камера, как вы можете получить на ней цветную картинку? Я думаю, очевидно. Сложить под ваш конденсор цветной светофильтр и снять три картинки с зеленым светофильтром, с красным светофильтром и с синим светофильтром. Дайте три картинки сложить про фильтр байера и недостатки его, почему его нельзя использовать для флюресценции, ну, скажем так, нежелательно использовать для флюресценции. Задачки на расчеты подбора разрешения камеры под разные параметры. Форматы изображения, мы с вами говорили, что форматы с сжатием с потерями, например, JPEG, мы использовать, конечно же, не можем. Ну, а, например, TIFF, если это будет без сжатия, есть TIFF, который с разными параметрами сохраняется, TIFF с сжатия, можем, в принципе, можем использовать какого-нибудь BMP, только будут очень большие, больший размер изображений, ну, и форматы. Дальше будут вопросы про обработку изображения, какую лучше использовать разрядность, мы с вами говорили, что 32 бита с плавающей точкой, самый лучший вариант. Будут вопросы про то, как лучше представлять изображение на экране, например, каким образом, что нужно проверить перед тем, как отдавать изображение в печать. Вопросы очень простые про до конволюции частотные фильтры могут встречаться, про, опять же, то, почему используются цветные камеры, почему не используются цветные камеры с фильтром Bayer во флуоресценции, или, если вдруг нам цветную камеру нужно будет использовать, то, когда это оправдано. Будет целый набор вопросов, когда у вас дан какой-то объект, например, в данном случае живой, подвижный, или фиксированный гистологический препарат, который стойкий или не стойкий к выцветанию, и в каком порядке вы будете менять параметры, если вам не хватает яркости. Мы это с вами рассматривали на лекциях. Таким образом, мы с вами завершили лекцию по камерам обработки изображения. Следующая лекция будет уже более интересной. Она будет по конфокальной микроскопии. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание и до следующей лекции. лекции. Продолжение следует...